Продолжение следует... Напомню, что 23 июля Совет Государственной Думы принял решение провести парламентские слушания на тему проблемы и перспективы законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов. Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин, один из главных инициаторов этих слушаний в связи со служебными обстоятельствами, поручил мне открыть нашу работу сегодня. Я в свою очередь рад приветствовать всех участников и гостей и от его имени, и от имени депутатского корпуса. Помимо депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, к участию в парламентских слушаниях приглашены представители профильных федеральных министерств и ведомств, законодательные исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций, профессиональных сообществ, научных и образовательных учреждений. Целью парламентских слушаний является выработка приоритетных направлений совершенствования лесного законодательства в целях сохранения лесов, повышения эффективности многоцелевого лесопользования, противодействия незаконному использованию лесов, повышения доходности лесного хозяйства, обеспечения открытости информации о лесах, создании условий для развития новых направлений использования пищевых и недревесных лесных ресурсов России, дикоросов. Наши парламентские слушания призваны сформировать современные подходы государственного управления в сфере лесопользования, а также определить планы нашей с вами работы на ближайшее будущее. Хочу выразить слова благодарности абсолютно всем, кто принимает участие и в этих слушаниях, и в совместной работе. Все мы понимаем, вопрос поиска баланса между рациональным использованием и охраной лесов имеет исключительную важность для успешного, устойчивого развития нашей страны. Россия – это пятая часть площади мировых лесов. По показателю объема древесины на душу населения, мы являемся абсолютными лидерами – 600 кубометров на человека. Лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке древесины занимает одно из центральных мест в экономике страны – 60 тысяч предприятий, более 1 миллиона рабочих мест. Для 45 регионов России производство продукции лесного комплекса составляет от 10 до 50% от общих объемов производства. Таким образом, леса России в длительной перспективе способны обеспечивать потребности общества в лесных ресурсах и экологических функциях лесов. Однако неисчерпаемых ресурсов нет. Вопросы обеспечения рационального лесопользования все более остро входят в повестку дня. Рассматривая правоприменительную практику, мы видим, что ряд системных проблем лесной отрасли сохраняет актуальность. Лесной комплекс неоправданно узко ориентирован на развитие лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности, рассматривая лесные насаждения исключительно как источник древесины. Но пока не раскрыт огромный потенциал для развития видов использования лесов, не связанных с заготовкой древесины. Это и заготовка, и сбор пищевых и недревесных ресурсов леса дикоросов, и сельское хозяйство, и охотничье хозяйство, и использование потенциала лесов для повышения экологического благополучия населения. Недостаточным является комплекс мероприятий в целях борьбы с лесными пожарами. Низкими темпами осуществляется воспроизводство лесов. Велики потери лесных ресурсов от вредителей и болезней. Все еще слабо работает система правовой и экономической ответственности в сфере сохранения лесных ресурсов. С начала седьмого созыва, нынешнего созыва Государственной Думы, мы обеспечили принятие ряда важнейших законодательных инициатив для развития правового регулирования в лесной отрасли. Вели лесные конкурсы для предприятий глубокой переработки, электронные аукционы. Установили обязанность публиковать в сети интернет информацию о лесах. Разрешили гражданам сбор валежника, оптимизировали лесные полномочия. Закрепили важную формулу – один гектар вырубок, один гектар лесовосстановления. В то же время все перечисленные и ряд других проблем требуют самого активного обсуждения. Уверен, что наши слушания будут содействовать выработке максимально эффективных решений по намеченным вопросам, внезут в свой вклад в сохранение российских лесов. Я благодарю вас за внимание и передаю слово Ивану Владимировичу Валентику, заместителю министра природных ресурсов и экологии, руководителю Федерального агентства лесного хозяйства. Сразу договоримся, уважаемые коллеги. Мы планируем закончить наше парламентское слушание примерно в 15 часов, 15 часов, 15 минут. Регламент у нас такой. Докладчики будут выступать по 10 минут, выступления до 5 минут. Исключение получат, как обычно, по традиции представители фракции, они будут выступать до 7 минут. Пожалуйста, Иван Владимирович. Спасибо большое. Уважаемый Иван Иванович, уважаемый президиум, я бы, безусловно, хотел бы начать свое выступление со слов благодарности в адрес председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина за то, что он поддержал и активно содействовал реализации идеи первого национального лесного форума, который имел региональные площадки. И на самом деле это, с одной стороны, действительно позволило проанализировать весь комплекс проблем, который сегодня сформировался в лесной отрасли, но и с учетом того формата, который был выбран, действительно оценить проблематику, которая сегодня существует в лесной отрасли в регионально ориентированном аспекте. Потому что мы действительно живем в великой лесной державе, но это очень большая, очень разная страна, и, безусловно, каждая территория имеет свою специфику лесовыращивания, традиционного лесопользования, специфику, связанную с нахождением коренных малочисленных народов, с наличием традиционных промыслов и так далее. И очень много специфики, безусловно, было выявлено в ходе вот такого широкого регионального обсуждения, что позволило действительно сформировать очень важные предложения, которые сегодня будут обсуждены. Сегодняшние парламентские слушания у нас посвящены тематике многоцелевого использования лесов. Действительно, это один из таких главных принципов лесных отношений, когда действительно леса должны использоваться с точки зрения их основных функций – экологической, экономической и социальной, и должны использоваться для тех видов использования, которые не только связаны с заготовкой древесины, которая является наиболее традиционной и, безусловно, доминирующей сегодня тематикой на повестке лесных отношений, но и для других видов лесопользования. Их очень много. Традиционно некоторые виды лесопользования связаны с использованием лесных ресурсов, некоторые виды использования связаны с использованием животного мира, сбором дикоросов, некоторые виды использования, к сожалению, связаны только с использованием земельных участков. Но сегодня законодательство, безусловно, предполагает собой использование лесных территорий и для вырубки лесов с точки зрения последующего использования этих территорий для развития дорожной инфраструктуры, развития недропользования и иных приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации. В этой связи очень важно действительно обеспечить соблюдение экологического баланса, обеспечить гарантированное лесовосстановление, гарантированное качественное воспроизводство лесов на соответствующих территориях. И в этой связи я, безусловно, хотел бы начать с того, что хотел бы еще раз поблагодарить моих коллег, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации за поддержку инициативы, которую очень своевременно озвучил Сергей Борисович Иванов. И эта инициатива действительно реализовалась в принятый недавно закон о так называемом компенсационном лесовосстановлении, где мы, наконец, в Российской Федерации реализовали очень важный принцип – гектар вырубленного леса, независимо от вида использования этих территорий, должен быть обеспечен гарантированным гектаром лесовосстановления, причем с использованием саженцев, качественного посадочного материала. Это очень важно. Напомню цифру. В год до 150 тысяч гектаров лесов вырубалось для нужд недропользования и размещения линейных объектов. Сегодня этот законодательный пробел восполнен. Если спуститься в историю вопроса, то до принятия нового лесного кодекса в 2007 году, в 2005 году в составе платежей бюджетной системы РСФСР плата за потери лесного хозяйства – это был такой платеж, который гарантировал выбытие лесных территорий для других целей. Была на втором месте после попенной платы. Если попенка была 5 миллиардов рублей в тех ценах, то доходы бюджета от этой платы составляли 2 миллиарда рублей. Можно сопоставить текущие доходы от заготовки древесины, текущие потери, которые бюджет сегодня несет из-за того, что сегодня эти выбытия не компенсируются, и можно понять актуальность этой проблемы. И с учетом того, что сегодня, к сожалению, в экологической тематике, пожалуй, за исключением экологического сбора, нет возможности окрашивания этих платежей, то есть гарантированного возврата тех средств, которые поступают в бюджетные экологические цели, очень важно, что в этом законе реализован принцип натурного воспроизводства. То есть мы ушли от тематики компенсационных платежей в бюджетную систему. Тот, кто вырубил леса, должен восстановить леса непосредственно посадкой лесов. И это очень важно, потому что, к сожалению, в других компонентах мы знаем, что при использовании природных ресурсов платежи поступают в бюджетную систему, но далеко не всегда. Даже в тех случаях, когда законодательно предполагается гарантированный возврат этих платежей в систему лесного хозяйства России, не всегда, к сожалению, это происходит. Очень сложно упрекать за это губернаторов. Понятно, что у них множество задач, которые они вынуждены решать, но, безусловно, экологическая тематика сегодня не должна отходить на второй план. С точки зрения статистики по многоцелевому использованию лесов, как я уже сказал, 90% — это сегодня заготовка древесина. Это основной вид использования лесов. 96% договоров заключены для этого вида использования лесов. Около 4% договоров заключены на два вида использования лесов. На три вида использования лесов заключено только 0,1% договоров. То есть фактически значительные лесные территории у нас сегодня выбывают исключительно для заготовки древесины, в то время как потенциал их использования для других видов сегодня не востребован. Более того, если мы возьмем эту статистику, мы увидим, что значительная доля договоров, заключенных с двумя видами использования, заключены для размещения линейных объектов и для недропользования. Поэтому сегодня, безусловно, есть ряд сдерживающих факторов и законодательного и организационного характера, которые влияют на то, чтобы действительно лесные ресурсы, лесные участки использовались комплексно. Несмотря на оплённый рост площадей, используемых для заготовки пищевых лесных ресурсов, а рост по сравнению с 2008 годом составил в 7 раз, их использование остаётся по-прежнему значительно ниже потенциально возможного уровня. Причём в десятки раз. Я не хочу предвосхищать те цифры, которые участники сегодня озвучат. Мы действительно понимаем, насколько этот потенциал недоиспользован. Только на Дальнем Востоке гарантированное, качественное, устойчивое управление недревесными лесными ресурсами может принести до 30 миллиардов рублей доходов ежегодно. Это сопоставимо и значительно превышает сегодня плату, поступаемую в федеральный бюджет от использования лесов Российской Федерации. Поэтому очень важно, что значительное внимание в рамках региональных площадок Национального лесного форума уделялось именно стимулированию выращивания дикоросов, организации качественного их сбора, переработки и использования. В то же самое время мы понимаем, что территория Российской Федерации и в перспективе, наверное, на две трети будет использоваться в основном в экологических и социальных целях. Поэтому мы, безусловно, очень серьезно видим перспективы использования лесов на комплексной основе именно через призму максимального вовлечения туда малого и среднего бизнеса. Но, безусловно, для того, чтобы малый и средний бизнес пошел в лес, необходимо создавать инструменты стимулирования использования лесных ресурсов. Если по заготовке древесины мы продвинулись, и недавно, чуть более двух лет прошло с момента принятия закона 206-го, мы вернули малый и средний бизнес в лес, разрешив им заготавливать лес на небольших делянках по договорам купли-продажи лесных насаждений, как это было до 2009 года, потом эту норму исключили. Уже фактически сегодня по этим договорам малый и средний бизнес заготовил более 11 миллионов кубометров. И действительно, он стал выходить из серой зоны, поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации выросли, а максимальные конкурентные торги у нас, где цена за кубометр вырастает в десятки раз, происходят именно по аукционам с участием малого и среднего бизнеса. Это очень важная ниша, и именно в малом и среднем бизнесе формируется очень такая достойная конкурентная среда. С учетом регламента хочу остановиться еще на нескольких важных вопросах. Прежде всего, это цена на лесные ресурсы. Сегодня, к сожалению, цена на лесные ресурсы, даже с учетом того повышения ставок достаточно резкого для бизнеса, мы это признаем, которое произошло в прошлом году, на этот текущий год, пока еще остается крайне невысока. Если мы посмотрим и оценим долю платы за древесину на корню в рыночной цене пиловочника, то сегодня эта цена не превышает 8%, пиломатериалов 2%, фанеры 0,2%. В зарубежных странах показатель попенной платы в структуре себестоимости составляет в среднем около 40%. То есть сегодня мы фактически отдаем лес во многих случаях задарма. Это средняя температура по больнице, потому что в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов, которые действительно имеют очень серьезный социально-экономический эффект, плата на корню составляет от 10 до 20 рублей за кубометр. Наверное, этого недостаточно. Что нужно сделать? Мы против линейного повышения цен, мы против линейной индексации. Это действительно нарушает качественную инвестиционную среду, нарушает инвестиционный климат. Нам нужно переходить, как это сделано во многих развитых в лесопромышленном отношении странах мира, к системе рентного подхода, для того, чтобы действительно, опираясь на индикативные цены, учитывать все затраты лесопользователя на логистику, на лесоизготовительные работы, на приплесение оборудования, с одной стороны, и выходить на реальную стоимость попенной платы с учетом гарантированной рентабельности. У нас есть все необходимые расчеты, мы два года этой темой занимались. Это позволит увеличить доходы лесного сектора в обозримой перспективе в 3-4 раза. Причем без ущерба для бизнеса, с учетом того, что бизнес при таком подходе получает возможность уменьшать стоимость своих платежей на инвестиции в строительство лесных дорог, питомников, иных объектов лесной и нелесной инфраструктуры. Этот подход действительно будет стимулировать бизнес на качественную работу. Я заканчиваю. Буквально несколько слов хотел сказать о лесоустройстве. В июле месяце председателям правительства Российской Федерации дано поручение о проработке вопроса передачи лесоустройства на федеральный уровень. Для нас это очень важная веха, потому что действительно очень важно, что после передачи полномочий по лесоустройству в субъекты Российской Федерации, к сожалению, сегодня регионы по ряду причин не смогли обеспечить качественную реализацию этих полномочий. Поэтому сегодня мы проработали возможность и уверены в том, что при передаче лесоустройства на федеральный уровень мы можем выйти на гарантированный десятилетний цикл проведения лесоустроительных работ на площади не менее 300 миллионов гектаров. Это очень важно, потому что государство Российской Федерации является собственником лесов. Собственник должен обеспечить учет своего имущества, собственник должен определить норму пользования в рамках лесоустройства. Сегодня этого не делается, к сожалению, на достаточном уровне. Отсюда очень многие проблемы связаны с незаконным оборотом древесины, и именно неточность оценки изначального ресурса во многом провоцирует тот незаконный оборот, который пока еще сохраняется в Российской Федерации. Поэтому это системное решение, которое действительно поможет нам добиться достаточно серьезных результатов. Что еще нужно сказать? Безусловно, самым важным является не только то, как мы поработали над повышением эффективности охраны лесов от пожаров, от вредителей, от болезней. Да, мы действительно точечно занимались этими блоками на протяжении нескольких лет, но самое главное в отрасли – это настроение тех людей, которые в ней работают. И насколько сегодня они обеспечены системой социальных гарантий, насколько их устраивает уровень заработной платы, насколько современные технологии пришли в отрасли, насколько мы действительно обеспечили совместно с регионами возможность создания достойных условий для того, чтобы люди продолжали оставаться в этой династийной профессии. От этого зависит оценка населением, качества и результатов нашей работы. Поэтому наши главные усилия будут направлены именно на это. И в завершение выступления я, безусловно, хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником. У нас сегодня профессиональный праздник, в воскресенье мы его будем отмечать. Я всех поздравляю, благодарю всех за такую слаженную совместную работу. Я уверен, что она приведет нас к необходимому хорошему результату. Спасибо большое. Иван Владимирович, спасибо. Задержитесь на минутку. Включите микрофон Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Вы все сказали, все правильно. Прозвучала хорошая фраза. Можно увеличить доходы от леса 3-4 раза. Недостатки причисли. Но где слабое звено? Руководство, губернаторы, ваше министерство. Вот где? На что внимание обратить? Вот это не прозвучало. Что хромает? Где вот? Как машина? Двигатель, тормоза, бензин. В чем проблема, что машина плохо функционирует? Мы находим и лечим. А здесь, назовите хотя бы, в чем слабое звено? На самом деле, причины вот этого слабого звена, Владимир Вольфович, они находятся еще у истоков принятия нового лесного кодекса 2007 года. Когда, безусловно, была сломана традиционная система лесоуправления в нашей стране. И, значит, мы в то время матрично подошли к тому, что в лес должен прийти малый бизнес. Мы отказались от системы выполнения работ лесхозами. Мы сломали традиционный уклад, который в нашей стране формировался с 19 века. Поэтому сейчас, я считаю, самое главное, значит, это... Спасибо. Самое главное, это не искажая, значит, современную действительность с точки зрения тех экономических механизмов, которые сегодня уже активно работают, очень грамотно вернуть то лучшее, что было в системе советского и российского лесного хозяйства. Самое главное, это вернуть сегодня учреждениям возможность заготовки древесины. На 80-90% раньше лесхозы обеспечивали себя сами. Никогда уровень финансирования из бюджета, я внимательно анализировал историю, не превышал 15%. Никогда этого не было. Лесхозы были богатыми, они жили достойно, значит, дети приходили в профессию за отцами, потому что они видели перспективу, видели светлое будущее. В 2007 году эту ситуацию сломали. Сейчас нужно это вернуть. И тогда мы действительно, вместе с тем решением, которое я озвучил в отношении ставок платы для бизнеса, созданием действительно таких гарантированных инвестиционных условий, можем эту отрасль сделать действительно вот такой флаговой в Российской Федерации. У нас для этого есть... Присаживайтесь. Слово предоставляется Николаеву Николаю Петровичу, председателю Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Приготовится Сергей Анатольевич Агапцову. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, я постараюсь не повторяться, потому что действительно проблемы лесной отрасли, они многим известны, особенно тем, кто сегодня присутствует здесь в зале. Но, конечно, я прежде всего хотел всех вас поздравить с праздником, Днём работников леса, конечно, пожелать успехов, здоровья и, конечно же, сохранения и приумножения наших лесных богатств. В этом году, как вы знаете, прошёл во всех, в пяти федеральных округах национальный лесной форум, который проходил под эгидой Государственной Думы при поддержке Федерального агентства по лесному хозяйству. И, конечно, я очень рад, что многие участники этого форума, а всего их было более полутора тысяч, сегодня находятся в этом зале, и мы сегодня будем подводить определённые итоги и обсуждать те предложения, которые были выработаны ранее. Коллеги, президент в своём послании к Федеральному собранию и в своём майском указе определил для всей страны очень серьёзные амбициозные цели, связанные прежде всего с прорывом в экономике страны. Но мы прекрасно понимаем с вами, что никакого прорыва у нас не будет, если мы не будем эффективно использовать то, что у нас есть. И прежде всего это наши природные богатства и, конечно же, это лес. Чтобы эффективно управлять этим хозяйством, конечно, мы должны знать, чем мы располагаем. Что мы знаем? Что всего запасы древесины у нас порядка 84 миллиардов кубометров. Что в лесах произрастает более 13 миллионов тонн грибов, ягод, орехов, которые можно использовать. Что в лесу находятся сотни тысяч, наверное, особей дичи. Но для управления, эффективного управления нужно больше. И поэтому мы недавно приняли важный очень закон, который обязал все регионы публиковать информацию о лесных участках. Сейчас этот закон позволил Рослесхозу создать геоинформационную такую карту, которую можно посмотреть на нашей выставке, но мне кажется, что этого недостаточно. Нам нужно создать в стране единую государственную геоинформационную систему использования лесных богатств. И в этой системе должны быть не только данные о лесных участках, в этой системе должны быть данные о лесовосстановлении, о нашем животном мире, о запасе лесных богатств. Только тогда мы с вами сможем в рамках многоцелевого использования леса определить приоритеты использования конкретного участка. Расставить эти приоритеты – это крайне важно. Конечно, создание такого единого источника информации невозможно без определенных шагов, которые необходимо сделать. Иван Владимирович уже говорил относительно необходимости качественного и своевременного лесоустройства. Абсолютно с этим согласен. Нам нужно в самое ближайшее время вернуть лесоустройство на федеральный уровень. И, конечно, эта работа должна проводиться планово, качественно, а не по остаточному принципу, как, к сожалению, это происходит сейчас в некоторых регионах. Нам также нужно пересмотреть, конечно же, подходы к ценообразованию на древесину. Что мы сейчас имеем в целом от лесной отрасли? Это не только, конечно, плата за аренду. Например, за 2017 год она составила более 34 миллиардов рублей. Надо здесь учитывать, конечно, объем экспортных пошлин. Это еще порядка 16 миллиардов рублей. Это налоги на имущество и прибыль предприятий. Это НДФЛ от более миллиона работников лесопромышленной отрасли. Это все надо, конечно, учитывать, но я уверен, что здесь тоже есть очень серьезный запас, который мы еще, к сожалению, не использовали. В конце прошлого года мы приняли, конечно, важнейший закон, который перевел на электронный вид торги за право аренды лесными участками. Но по-прежнему у нас остается вопрос таких лесных рантье. Мы запретили уже субаренду лесных участков, которые предоставляются по конкурсам лесопереработчикам, но я убежден, что нам нужно обязательно добиться того, чтобы полностью запретить субаренду лесов. Еще одним стимулом для формирования справедливой цены на наши лесные богатства является развитие биржевой торговли. Я считаю, что, конечно, нам нужно сделать обязательную биржевую продажу леса, который заготавливается государственными лесничествами и компаниями, которые вырабатывают лес для прокладки дорог, сетей и прочих линейных объектов. Экспорт. Тема, которая, в общественном мнении, наверное, полна самых разных шаблонов еще десятилетней давности. Мы специально посмотрели и сравнили, что происходило с экспортом в 2007 году и в 2017. На самом деле удивительно, но объем экспорта он остался такой же, но при этом изменилась его структура. Надо сказать, что сейчас уже кругляк составляет порядка одной трети. Это его объем сократился в два с половиной раза. Но есть еще очень интересные хорошие тенденции, что, например, у нас каждый год увеличивается экспорт древесных гранул, то есть по сути этих вот отходов, которые только в прошлом году составили уже порядка полутора миллионов тонн. Надо сказать, конечно, и о рисках, которые на сегодняшний день испытывают наши предприятия, экспортеры в таких непростых условиях международной торговли, которые есть сегодня. Дело в том, что пропуском на иностранные рынки часто служат различные системы экологической сертификации, которые полностью владеют, понятно, западные организации. Нам нужна развитая отечественная своя система сертификации. У нас лучший лес, это знают прекрасно все в мире, но, к сожалению, допуск наших производителей осуществляют не покупатели, а организации, которые выдают или не выдают те или иные сертификаты. Пожары. Еще одна беда, о которой постоянно говорим. Есть, конечно, много экспертных оценок ущерба от пожара, но, в принципе, они все укладываются в том, что ущерб от пожаров в нашей стране составляет от 25 до 30 миллиардов рублей ежегодно. Но обратите внимание на один факт. Каждый год ближе к зиме Рослесход корректирует, вынужден корректировать данные, которые поступают из регионов по площадям пожаров. Каждый год. Это означает только одно, что на местах дается искаженная информация. Но если дается искаженная информация, то, значит, осуществляются и неадекватные действия по противодействию этой беде. И то же самое происходит и с незаконными рубками. Их объем в 2017 году составил 1 миллион 690 тысяч кубометров. При этом 65% приходится на один регион, на Иркутскую область. И так в последнее время из года в год. Что-то с этим нужно делать. И мы прекрасно знаем, сейчас, наверное, читали, что сейчас слабого и генеральная прокуратура, и Следственный комитет заинтересовался этим фактом. И мы, соответственно, будем ожидать исправления этой ситуации. Но нам нужно, я считаю, решительнее действовать. Мы приняли соответствующий закон, который позволяет усилить контроль за выполнением лесных полномочий регионами. Надо лишать плохо работающие регионы их полномочий. Нужно смелее возвращать эти полномочия на федеральный уровень. И сейчас у нас все возможности для этого есть. 1 января следующего года будет действовать такой закон, который мы приняли не так давно. Как мы говорили уже много раз, конечно, лес – это не только древесина, это и дикоросы, это и охота. И, конечно, к сожалению, оба эти направления сейчас незаслуженно находятся вне вот такого вот центра внимания. Я надеюсь, что мы с вами исправим эту ситуацию. Что касается дикоросов. Ну, многие знают, наверное, цифры, что вот из всех этих богатств используется порядка полутора, от полутора до трех процентов всего по всей стране. Хотя мы понимаем прекрасно, наши сибирские дальневосточные ягоды, грибы ценятся абсолютно во всем мире. И этот ресурс, он не менее значим для страны, чем, например, нефть или газ. Но нам, конечно, нужно исправить те ошибки, которые были допущены при принятии лесного кодекса. Нам нужно вернуть в лес за год конторы, нам нужно дать возможность зарабатывать на вот таких вот пищевых лесных ресурсах, надо нам вернуть в лес потребкооперацию. Все вот эти нормы, они сейчас подготовлены, предложения подготовлены. Я думаю, что в самое ближайшее время мы внесем соответствующие законодательные предложения в Государственную Думу. То же самое с охотой. Развитие охотхозяйственной деятельности может стать целой отраслью, потому что здесь не только сами услуги по охоте, это и экотуризм, это целая отрасль, которая может быть развита по производству и оборудованию, и амуниции, и многое всего. И, конечно же, развитая охотничья индустрия – это в том числе преумножение наших охотничьих богатств. Это есть опыт множества стран, и мы не должны стесняться вспоминать и наши традиции, и то, что достигли другие страны. Для всего этого, конечно, необходимо государству качественное законодательство и добросовестные партнёры. Мы со своей стороны в Государственной Думе и в Комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям готовы обсуждать все предложения. Я уверен, что все те предложения, которые сегодня прозвучат, они не останутся неуслышанными и станут частью нашего плана законотворческой деятельности. Спасибо. Спасибо, Николай Петрович. Слово предоставляется Гобцову Сергею Анатольевичу, аудитору счётной палаты. Следующим выступит Владимир Владимирович Бурматов. Добрый день, уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты, уважаемые участники парламентских слушаний. Счётной палатой Российской Федерации, исходя из её законодательно установленных полномочий, ежегодно проводятся контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по вопросам эффективности государственного управления в области лесных отношений, а также эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на воспроизводство и лесопользование. Их результаты свидетельствуют как о недостатках, а я говорю в большей степени недостатках, это наши полномочия, а уж как регулировать, я думаю, что вы сами способны определиться, мы вам готовы в этом помогать, как о недостатках в области нормативно-правового регулирования, так и в реализации отдельных полномочий на федеральном и региональном уровнях при использовании лесов. Многоцелевое и неистощаемое использование лесов – это основная задача государственной программы развития лесного хозяйства. При этом ежегодно не достигаются показатели, характеризующие состояние многоцелевого использования лесов, в том числе отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, доли лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными, наследственными и заданными свойствами и другими, вы о них знаете. Реализация государственной программы в основном осуществляется субъектами Российской Федерации в рамках региональных программ. В то же время субъекты не являются участниками реализации госпрограммы и не несут ответственности за невыполнение ее показателей или индикаторов. Результаты проверок показывают, что цели, задачи, показатели и мероприятия региональных программ не всегда соответствуют государственной программе развития лесного хозяйства, что противоречит принципам согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования. Второе. Наши проверки выявили следующие проблемы в части лесопользования. Анализ данных государственной инвентаризации лесов, проводимой Рослесхозом, показал, что контроль за исполнением договорных обязательств со стороны органов исполнительной власти субъектов России практически отсутствует. Так, недостаточны меры по снижению задолженности по платежам за использование лесов. На 1 января 2018 года они составляли около 10 миллиардов рублей. Второе. Одной из проблем, препятствующих эффективному использованию лесов, является значительная потеря лесных ресурсов от пожаров, вредителей и болезней. Об этом здесь уже говорилось. В 2017 году площадь погибших лесных насаждений от пожаров, вредителей и болезней составляет около 600 тысяч гектаров. Только от лесных пожаров ущерб в суммовом выражении составил свыше 25 миллиардов рублей. Статистика ущерба от вредителей и болезней не ведется. Третье. Системной проблемой лесного комплекса является недостаточная точность оценки ресурсного потенциала. Слабый учет и контроль за использованием лесов, которые должны обеспечиваться в процессе проведения инвентаризации лесов и лесоустройства. В настоящее время отсутствует актуальная информация о лесном фонде с давностью лесоустройства, что не позволяет осуществлять эффективное планирование лесопользования. Так, по состоянию на 1 января 2018 года 85% площадей лесного фонда, а это ни много ни мало 975 миллионов гектаров, имеет давность лесоустройства более 10 лет. Третье. Воспроизводство лесов является одной из основных составляющих, характеризующих состояние лесного фонда Российской Федерации. В целом по стране ежегодно восстанавливается не более 2,9% от объема фонда лесовосстановления. При этом объемы лесовосстановительных мероприятий ежегодно уменьшаются. Площадь лесов, требующих восстановления, составляет, по нашим проверкам, более 32 миллионов гектаров. Третье. Несколько слов о лесопереработке как одного из направлений многоцелевого использования лесных ресурсов. В рамках госпрограммы развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности поставлена задача по увеличению производства конкурентоспособной продукции лесопромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью. Решение указанной задачи предусматривается в рамках основного мероприятия, а именно развития предприятия лесопромышленного комплекса, в том числе с помощью предоставления субсидий российским лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, в основном это им, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Суммарный объем финансирования в 2014-2020 годах на реализацию указанных мероприятий действующей редакции госпрограммы предусмотрен в размере 11,1 млрд рублей. Несмотря на беспрецедентные меры господдержки указанных приоритетных инвестпроектов, сроки завершения их реализации неоднократно переносились. Часть производственных мощностей построена, однако их ввод на проектную мощность предусматривается не ранее 2020 года, то есть идут взвижки вправо. В настоящее время мы проводим проверку использования указанных субсидий на Дальнем Востоке. Подведение итогов планируется в конце ноября текущего года, а результаты Государственная Дума будет проинформирована в установленном порядке. Господдержка предприятий лесной промышленности осуществляется также Фондом развития промышленности. Основной задачей Фонда является предоставление займам промышленным компаниям, в том числе предприятиям лесной и лесоперерабатывающей промышленности, на льготных условиях, на этапе предбанковского финансирования. В текущем году мы также планируем, мы еще не начали, она будет начата в октябре месяце, проверку эффективности использования бюджетных средств, предоставляемых Фонду. Посмотрим, как используются средства Фонда и в этой части. О результатах Государственной Думы также будет проинформирована в установленном порядке. И завершаю. Воспроизводство лесов является одной из основных стратегических задач Российской Федерации. Именно поэтому в указе Президента России от 7 мая 2018 года номер 204 одна из задач национального проекта «Экология» заключается в сохранении лесов для будущих поколений людей, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесонасаждений. Решение указанных проблем должно способствовать более эффективному осуществлению функций государственного управления лесами и использованию лесных ресурсов. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Анатольевич. Выступает Бурматов Владимир Владимирович, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. В следующем выступит Сухоруков Иван Сергеевич. Пять минут поставьте. Уважаемый Иван Иванович, уважаемый президиум, уважаемые коллеги, лесные богатства нашей страны сегодня становятся глобальным экологическим ресурсом и глобальным геополитическим ресурсом в том числе, потому что сегодня мир обсуждает вопросы глобального качества атмосферного воздуха, изменения климата, сохранения биологического разнообразия. И во всех этих вопросах тема леса фигурирует непосредственно. Для того, чтобы это проиллюстрировать, я назову всего лишь несколько цифр. Россия на сегодняшний день является экологическим донором благодаря тем лесам, которые сконцентрированы на территории нашей страны. У нас располагается 1,5 всех лесов на планете. По отдельным видам лесов это 70% всех лесов. И в целом на территории нашей страны леса занимают почти половину всей нашей территории, это 46%. И во всех дискуссиях, которые сегодня идут по проблемам парниковых газов, по проблемам изменения климата, у нашей страны всегда была и будет, что называется, очень сильная карта. Это наши лесные богатства, но в том случае, если мы эти богатства сохраним. Наш комитет занимается этой темой в двух основных аспектах. Первый – это сохранение и обеспечение защиты тех лесов, которые находятся на особо охраняемых природных территориях. Для понимания, это 12 тысяч особо охраняемых природных территорий различного уровня, расположенных на территории Российской Федерации. Общая площадь таких территорий – это 230 миллионов гектар. В масштабах нашей страны это 13,5% всей площади Российской Федерации. И более 70% этой площади занимают леса. До недавнего времени, до нынешнего созыва Государственной Думы в течение, если я не ошибаюсь, последних трех лет мертвым грузом решали поправки к законодательству об особо охраняемых природных территориях, которые должны были усилить в том числе и защиту лесов, находящихся на них. И вот буквально два месяца назад эти поправки были приняты и очень существенно ужесточили режим на особо охраняемых природных территориях. В частности, установили четкий и однозначный запрет на отчуждение в частную собственность любых земель, расположенных в заповедниках и национальных парках. Запрет на строительство спортивных сооружений в национальных парках. Наделили дополнительными полномочиями инспекторов на особо охраняемых природных территориях, в том числе лесников и егерей. При осуществлении рекреационной деятельности установили обязанность арендаторов проводить мероприятия, направленные на сохранение природных комплексов и объектов, в том числе лесных территорий. Сняли запрет на заготовку пищевых лесных ресурсов для коренных малочисленных народов. Но остается еще целый ряд проблем, которые связаны с пожарами, в том числе на особо охраняемых природных территориях. И мы этот вопрос обсуждали на выездном заседании нашего комитета в Карелии и приняли там ряд решений и рекомендаций, касающихся особо охраняемых природных территориях, в том числе не только по защите от пожаров, но и проведение лесозащитных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса. Это особая специфика, особый статус этих объектов. Еще раз напоминаю, это больше 13% площади нашей страны. Вторая проблема, которой мы также занимаемся, как комитет по экологии, это, конечно, катастрофическая замусоренность наших лесов и объемы тех отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, промышленных отходов, медицинских отходов, которые просто не довозятся до полигонов и оказываются в наших лесах. Чуть менее года назад мы приняли поправки, изменяющие законодательства в этой сфере и частично устранили те проблемы, которые есть с 2019 года, там основные нормы вступят в силу. Тем не менее, ряд вопросов остается, в том числе по тем категориям отходов, которые я уже обозначил. Безусловно, это в буквальном смысле убивает наши леса, это делает их непригодными для дальнейшего использования, в том числе для рекреации и так далее. Поэтому вот эта тематика на сегодняшний день является для нас приоритетной, и те предложения, которые будут обсуждены и подготовлены в результирующих документах сегодняшнего мероприятия, обязательно нами будут востребованы. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Выступает Сухоруков Иван Сергеевич, вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес». Следующим выступит Владимир Вольфович Ириновский. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Иван Иванович, депутаты Государственной Думы, партнеры и участники. Хотел бы вас поблагодарить за участие в сегодняшних парламентских слушаниях и выступить с докладом. Хочу начать свой доклад со слов благодарности в адрес тех, кто был причастен к созданию и организации парламентских слушаний и Национального лесного форума. Как мы знаем, в этом году форум состоялся в пяти городах, и сегодняшний финальный этап он проходит здесь, в Государственной Думе, в Москве. Было собрано и проанализировано огромное количество информации из различных источников, где выступали, не побоюсь, этих слов от мала до велика. За одной трибуной выступали директора и инвесторы крупных предприятий и представители малого бизнеса. Также дискутировали на разных площадках главы небольших административных округов, поселков и чиновники федерального уровня. Мы в лице Национальной ассоции лесопромышленников «Русский лес» по итогам проведенных форумов, где также принимали активное участие, проанализировали ряд проблем, и на сегодняшний день пять из них я бы хотел представить тезисно. Итак, проблема номер один, с которой сталкиваются без исключения все участники лесной отрасли и лесного бизнеса в частности, это истощение запасов без сырьевых ресурсов для нужд ЛПК. Уже сейчас многие лесопромышленные предприятия не могут на 100% загрузить свои лесопромышленные мощности. Наша позиция в этом вопросе проста. Необходимо существенно увеличить ежегодные объемы лесоустроительных работ и удерживать ежегодные объемы работ на площади не менее 35-40 тысяч миллионов гектар в год. Проблема номер два. Проблема кадрового обеспечения профильными специалистами и деградация отраслевой лесопромышленной науки. Здесь нужны коренные преобразования. Дефицит кадров с высшим и средним специальным образованием в лесной отрасли оценивается в 12 тысяч человек. Вузы и техникумы на сегодняшний день могут дать порядка 7 тысяч специалистов. Средний отрасль работающих специалистов превышает 45, а в лесной науке и более 70 лет. Для привлечения молодых специалистов необходимо повышать престиж лесных профессий, адаптировать учебные программы, соответствующие реалиям современного времени. В соответствии со стратегией ЛПК-2030 учредить инновационный научно-исследовательский фонд лесопромышленного комплекса России, финансирование которого будет осуществляться как государством, так и частным бизнесом. Третье. Проблема многоцелевого использования лесных участков. Мы считаем, что необходимо провести работу законодательного урегулирования возникающих на практике проблем одновременного многоцелевого использования лесного участка. Проблема номер четыре. Проблема утилизации древесных отходов. Очень огромная проблема в масштабах страны на сегодняшний день. В этой связи необходимо развитие комплексного применения древесных отходов для нужд теплоэлектроэнергетики. Необходимо на федеральном уровне принять программу перевода в среднесрочной перспективе всех котельных, обеспечивающих тепловой энергией и горячей водой, малые и средние населенные пункты лесодостаточных и лесоизбыточных районов на биотопливо, произведенные с использованием отходов деревообработки. Проблема номер пять. Также огромная проблема. Проблема лесных дорог. Для каждого лесного региона должна быть разработана долгосрочная программа не менее 10 лет строительства лесных дорог, которая должна быть утверждена на федеральном уровне. Финансирование данной программы должно осуществляться в формате государственно-частного партнерства, при которой 50% средств предоставляется из федерального бюджета, а вторая половина частными инвесторами, заинтересованных в сооружении соответствующих лесных дорог. Безусловно, это не все проблемы, которые на сегодняшний день имеются в лесном комплексе. Но мы постарались обозначить основные из них. Мы также видим положительные сдвиги. За последнее время было принято рать важных законов, созданные дополнительные условия для роста инвестиционной привлекательности и эффективности использования лесов. Удавилось решить ряд проблем, с которыми сталкивается лесной бизнес. Также хотел бы поговорить о профессиональных объединениях. Назрела необходимость консолидации и обобщения мнений граждан представителей лесного бизнеса в органах власти. Как это сделать? Мы считаем, что нужно создавать профессиональное объединение предприятий лесного комплекса, основной целью которых станет обсуждение всех предложений граждан и представителей лесного бизнеса по развитию лесного комплекса. Также мы ставим основную задачу для себя это усовершенствование... Минуту добавьте, завершайте, Иван Сергеевич. Спасибо. Также мы ставим для себя задачу это обеспечить дальнейшую эволюцию лесного законодательства, а вместе с ним и всего лесного комплекса. Таким образом, профессиональные объединения и в том числе национальная ассоциалесопромышленников готовы стать глобальной площадкой для всех представителей отрасли, как со стороны бизнеса, так и со стороны государства и граждан. Такие профессиональные объединения будут эффективно представлять интересы всех своих членов. Национальная ассоциалесопромышленников «Русский лес» приглашает всех представителей лесной отрасли к сотрудничеству. Мы уверены, что лес – это тема, которая может нас объединить. Спасибо за внимание. Еще раз хочу поздравить с праздником Днем работников леса. Спасибо. Спасибо, Иван Сергеевич. Выступает Владимир Вольфович Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе. Следующим выступит Татьяна Сергеевна Армелева. Иван Иванович предупредил, чтобы не повторялись. Так вот, в моем выступлении ни одного повтора не будет. Значит, я напрямую связан с лесным хозяйством. Мой дед построил фабрику в 1905 году. Одни устраивали вооруженные восстания в Российской империи, другие строили. И фабрика до сих пор фурычит. Но деньги получают украинцы и швейцарцы. В 1940 году туда пришла советская власть. Национализировали. Молотов подписал 20 декабря 1940 года постановление о национализации всех деревообрабатывающих фабрик Западной Украины. Ну, хорошо, национализировали. То есть, вот Пётр Первый сдал и сдал указы необходимые. И защита, и наказание, и запрет. Всё было 300 лет назад. И до 1917 года всё это практически действовало. Хорошо, в 1917 году начали своё вводить законодательство. Самым лучшим достижением было создание управления лагерей в лесной зоне. ГУЛАГ был отдельно, отдельно управление, главное управление лагерей именно в лесах. Но тоже хоть была польза, бесплатная рабочая сила и достижение экономических показателей. Наступил 1991 год, опять ломаем. Теперь уже приватизация снова. Сколько можно? Больше 100 лет мы издеваемся над лесной отраслью. Поэтому дед был связан, а отец работал в лесном отделе управления Туркестана-Сибирской железной дороги. А я посадил 500 деревьев. Кто из вас посадил 500 деревьев? Никто. Вы не виноваты. Нет, чужих деревьев, своих, около своего дома и на даче. Так вы могли на субботниках сажать. Вам привезли дерево, так сказать. Давайте посчитаем, фамилии дайте свои, я направлю комиссию, посчитаем, где это ваши 500 деревьев, покажите их. Я к чему говорю? Я был на дне железнодорожников, в августе обычно, рассказал, сколько у меня в семье, родственников много, работали в системе железных дорог. Человек 6, общий стаж лет 70. Министр через 5 минут мне приказом присвоил звание почётный железнодорожник России. На форуме здесь у нас выставка прошла. Я рассказал, сколько у меня и сам лично связанности с этим хозяйством. Агентство по управлению лесами ничего не сказали даже. Даже не вспомнили про меня. Замминистр хорошо выступил, но вы же должны объяснять, а кто вклад делает. То есть я напрямую имею отношение. Надеюсь, подумайте там о присвоении какого-то звания, какую-то грамоту, чтобы вы знали, что мы тоже не лыком шиты. Это вот эта проблема. Нам сказали, что плохой лесной кодекс, правильно, ошибки, недоработки. А кто принимал? Госдума. А кто уговаривал Госдуму? У нас есть комитет по природным ресурсам. Комарова депутата уговаривала. Сейчас она руководит ХМАО, республика, вернее, автономный округ. А министром был Трутнев. Сейчас он вице-премьер. Почему же мы на них ответственность не возлагаем? Депутаты ведь не могут знать, они верят. Приходят специалисты и говорят, надо передать частные руки, всё же. Расцветёт лесное хозяйство. То есть в чём ошибка? Всё, что было хорошее при советской власти, поломали, оставили плохое. И усилили плохим из капиталистических элементов хозяйствами. То есть и при капитализме есть плохое и хорошее. При социализме. Но мы с вами что сделали? Мы хорошее при социализме убрали, оставили плохое. И у капитализма взяли нехорошее и плохое. Вот два плохих мы соединили в нашей стране. Поэтому над нами издеваются, смеются и нам не верят. При таких богатствах мы взяли, соединили плохое с плохим. Комарова, я же наблюдал здесь, она не только по лесу совершала ошибки. В том числе и по другим вопросам. И мы пытались её, говорится, заставить работать по-другому. Так её с повышением на ХМАО. Жители требуют её отставки. Нет, уходит руководитель Тюменской области и Ямал с повышением министра. Хорошие. Хороших убрали в министры, а главу ХМАО оставили. Вот она, она нам кодекс навязала. Оказывается, виноватых нет. Есть виноваты. Комарова и Трутник. Мы постоянно боимся назвать фамилии тех, кто эти вопросы нам плохо решал. Поэтому это очень важно. Ещё Пётр I создал великолепную службу по лесам. При советской власти было Министерство лесного хозяйства СССР. Сейчас небольшое агентство, да? Агентство по лесопользованию. Смешно. Главное богатство страны. Ведь понимаете, транспорт, он есть везде. Газ, нефть везде есть. И, значит, сельское хозяйство. Но вот таких лесов нигде в мире нет. По количеству. По качеству. Поэтому экономика России должна быть транспортная. Ибо такой территории ни у кого нет. И аграрно-лесная. Должны производить много продовольствия. Ничего не покупать из-за рубежа. И лес. Но мы до сих пор гоним кругляк. Я понимаю, что правительство не хочет сократить резко. Хотя уже идёт сокращение. Кругляка. Хотя мы говорим об этом много-много лет. Потому что мы, так сказать, не имеем того количества предприятий, которое могло бы использовать это как сырьё. Вы понимаете, что у нас будет меньше доходов. Ибо кругляк дешевле в несколько раз, чем продукция, изготовленная из него. И тогда у нас хваль. Вот китайская экономика. Китайцы у нас за копейки берут. 6 тысяч рублей за кубометр. Потом нам же продают уже в 10 раз дороже. А что вы хотите? Конечно, у них будет экономика с большими положительными показателями. Нам-то кто мешает? Самим всё производить. И рабочие места будут. И демография будет. И семья будет. Всё будет. Но, к сожалению, иногда у меня всё-таки закрадывается мысль, что кто-то нам специально это делает. Ну, разумный человек так не будет делать. Всё лучшее, что было в Российской империи, зачем ломать? Всё лучшее, что было в Советском Союзе, зачем ломать? Образование зачем ломать? Когда на Западе говорят, у вас самое лучшее в мире образование. Взяли, поломали. И так по всем направлениям. Мы сами производим. Нам-то говорят, плохо, ребята, у вас. Давайте по-другому. Мы ломаем. Берём их рецепты. Снова строим. И реально снова плохо. Они ждали негодный рецепт. Вот это длится уже сто лет. Сто лет туда-сюда строим, ломаем, строим, ломаем. Поэтому хотелось бы, чтобы больше мы не ломали ничего. И лесная промышленность, чтобы была бы золотой для нас. И чтобы мы гордились, что у нас транспортная, аграрно-лесная экономика. И не конкурентная. В смысле, самая конкурентно способная. И больше всего доходов будет. И жить будем лучше. Но нужно это делать. И не стонать. И вспоминать. Кто виноват в том, что мы сами себе приняли плохой лесной кодекс. Спасибо, Владимир Вольфович. Спасибо. Выступает Арамилёва Татьяна Сергеевна, президент Общероссийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов. Ассоциация Росохот Рыболов Союз. Следующим будет выступать господин Гарик Давидович. Уважаемый Иван Иванович, коллеги, спасибо за внимание к охотничьему хозяйству, за возможность высказаться в рамках лесного форума на отдельной площадке. Охота в России – это традиционный вид деятельности, и приоритеты нашей страны не позволяют исключать ее из системы государственного развития. Именно охотники восстановили численность соболя в России, почти уничтоженного в начале XX века. Сейчас его численность – полтора миллиона особей. Популяция лося, восстановленная за сто лет опять же охотниками и достигшая одного миллиона особей, позволяет добывать нам намного больше, чем официальные 30 тысяч. Всем нам понятно, что в угодьях нужен хозяин. Тогда будет результат. К концу 80-х годов около 90% территории охотничьих угодий в России были закреплены за пользователями. Из них за промысловыми хозяйствами – 79%, остальные хозяйства были спортивными. Сегодня закреплено только 44%, и показатель этот имеет устойчивую тенденцию к снижению. В 1996 году производство валовой продукции и оказание услуг в охотничьем хозяйстве составило около 1% от валового продукта России. Численность охотнадзора в начале 2000-х была свыше 10 тысяч человек, и выявлено нарушение около 60 тысяч. Из них половину выявляли общественные инспектора и сотрудники охотничьих хозяйств. Сейчас численность охотнадзора едва превышает 2 тысячи человек. 70% из 50 тысяч выявленных нарушений выявляются в кабинетах за незданное разрешение. У сегодняшнего производственного контроля и усеченной полномочия, зато теперь их работу усиленно проверяет охотнадзор. Самое главное, что система охотничьего хозяйства в советское время представляла собой единый, слаженный организм. Она была значима для государства, и государство всецело поддерживало данную деятельность. У нас есть единственный показатель, по которому мы превосходим достижение 30-летней давности. Это судебные дела. За период действия закона об охоте их число превысило 200 тысяч. Откуда они? Из противоречия и пробелов в законодательстве. К сожалению, у нас нет единой цели деятельности охотников, охотпользователей и государства в развитии охотничьего хозяйства. У нас отсутствует равная ответственность государства и бизнеса. Охотникам граждан нужен доступ к охоте и ее результативность. Охотпользователь ведет деятельность, оказывает услуги, обеспечивает доступ к охоте. И он заинтересован в долгосрочной перспективе. А у госорганов сейчас цель только соблюдения норм законодательства, которые ими же толкуются различно, а зачастую прямо противоположно. Результаты их деятельности – это число выявленных нарушений наложенных штрафов. Поэтому ему, органу, безразлично, получит пользователь доход или нет, будет ли он вообще работать на этой территории и будет ли охотиться охотник. Разные цели ведут к закошмариванию охотпользователей, к созданию условий перехода охотника в нелегативный статус. На этапах форума были подняты проблемные блоки. Вот некоторые из них. Сейчас контролирующим органам нет дела, насколько нужны лодочные станции в глухой тайге. Если их нет на бумаге – это нарушение. Умеет ли пользоваться навигатором охотник? Никого это не волнует. Он должен распечатать схему учета. В избушке, видимо. В Магаданской области пользователи лишили квот добычи из-за иного прочтения госорганов методики учета. Он год судился, выиграл Верховный суд, но сезон прошел, а госорганы не виноваты. И такая ситуация в минимум десятки регионов. Без установленных квот добычи пользователь не может вести свою деятельность. И этот мощный рычаг вовсю используют госорганы, снежная и обнуляя квоты. Думаете, если мы ограничим легальную охоту, то лосей станет меньше? Ничего подобного. Мы сами таким образом будем подпитывать 18 миллиардов ущерба, не давая людям легально охотиться. Как ни парадоксально. Если не охотиться совсем, то зверей в лесу больше не станет. Станет меньше. Примеров много и у нас, и за рубежом. В законах полная неразбериха. В законе о животном мире есть государственный учет. В законе об охоте его нет. У нас сегодня 4 документа, которые позволяют вести охотничье хозяйство. Долгосрочная лицензия, соглашение, государственное частное партнерство и дальневосточный гектар. Все они не равны между собой, а два последних вообще не соответствуют закону об охоте и даже не упомянуты в нем. Закон об охоте ресурсный, а требуется закон об охотничьем хозяйстве отраслевой. В законе нет охотника, нет его прав. У пользователя масса обязанностей, но только одно право от имени государства выдать разрешение на добычу. И эти права установлены законом о животном мире. Охотничье хозяйство является социально-экономической категорией. Введение охотничьего хозяйства относится к природоохранной деятельности. Это не развлечение и не баловство, как считают некоторые. Поэтому сегодня необходимо признать охотничье хозяйство отраслью экономики, включением ее в соответствующие реестры классификации отраслей. Все алименты отрасли развиты и функционируют, но единства отсутствуют. Законодательно определить понятие охотник, определить место и участие охотника и общественных объединений охотников в сфере охотничьего хозяйства. Нам, чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходимо всем осознать, что только в единстве и взаимопонимании можно создать работоспособный механизм под названием охотничье хозяйство России. И обязательно нужно провести в преддверии всемирной охотничьей выставки в Венгрии в 2021 году отраслевую выставку в России. Именно отраслевую. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Выступает господин Гарик Давидович, исполняющий обязанности ректора Братского государственного университета. Следующим выступит Кашин Владимир Иванович. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые парламентарии, представители органов исполнительной власти, рад приветствовать вас, а также присутствующих здесь представителей общественности и средств массовой информации. В первую очередь хочу поблагодарить за то, что наконец появилась площадка, на которой мы собрались вместе, решая серьезные проблемы лесной отрасли. Сегодня в этих стенах рассматривается вопрос, являющийся, по моему мнению, краеугольным камнем всей государственной политики в лесной сфере. Вопрос это касается кадрового и научного обеспечения лесной отрасли. Ни для кого не секрет, что эта отрасль нуждается в самом пристальном внимании со стороны государства и накопившейся проблемы по целому ряду направлений, лесозаготовки до глубокой переработки лесоматериалов, от сбора и переработки недревесной продукции до проблем лесовосстановления, нуждается в скорейшее разрешение. Имея возможность по роду своей деятельности провести всесторонний глубокий анализ данных проблем, я уверенно заявляю, что их первопричиной являются не какие-то неразрешимые противоречия глобального характера, а нехватка, а иногда просто отсутствие подготовленных с учетом всех вызовов современности специалистов и исключительно слабая интеграция лесной науки и в производство. Что же является определяющим в обозначенной проблеме кадрового дефицита лесной отрасли? Первое, на что я обращаю ваше внимание, это то, что несмотря на высокую востребованность у производственников, профессия лесной отрасли не пользуется популярностью среди молодежи. Простой пример. В Иркутской области в данной отрасли осуществляют свою деятельность более тысячи предприятий. Учитывая специфику производства, каждое предприятие нуждается минимум в одном специалисте с лесным образованием в год. По факту, конечно же, эти данные гораздо выше. Таким образом, у одной только Иркутской области ежегодная потребность дипломированных специалистов превышает тысячу человек. При этом на обширной территории от Хабаровска до Красноярска единственным профильным образовательным учреждением высшего образования, занимающим подготовкой данных специалистов, является Братский государственный университет. И выпускает он ежегодно всего порядка 100-120 специалистов лесной отрасли. Чтобы масштаб проблем был ясен, уважаемые парламентарии, я еще раз подчеркну, что при потребности в тысячу человек лесная отрасль ежегодно получает всего 100-120. Отсюда и возникает кадровый голод. Что особенно важно, эта проблема имеет системный характер. Сейчас объясню, что я имею в виду. Непопулярность профессии лесного профиля абитуриентов приводит к вынужденному снижению учебных заведений контрольных цифр приема при исполнении государственного образовательного заказа, что в последующем приводит к закрытию образовательных программ и направлений. Кроме того, об этом также необходимо сказать, что это приводит к утрате вузов узких специалистов из числа профессорско-преподавательского и учебно-спомогательного персонала. Учебно-преподавателям попросту не хватает нагрузки, и они уходят в другую сферу деятельности. Второе, что я хотел бы обратить внимание, присутствующих, и в этом также кроется корень проблем в лесной отрасли, это ситуационные несистемные отношения предприятий к кадровому обеспечению. Руководители лесоперерабатывающих предприятий, за редким исключением, не формируют кадровый резерв и не занимаются кадровым обеспечением на долгосрочную перспективу. Решением данной проблемы может стать мер государственной политики по популяризации профессии лесной отрасли в молодежной среде, подобно тому, как это осуществляется в отношении профессии медицинских работников. Другой важный фактор, способный оказывать существенное влияние на состояние лесной отрасли в России, я уже об этом упомянул, это интеграция промышленных предприятий с профильными образовательными научными организациями. Ряд наиболее перспективных с экономической точки зрения направлений лесной отрасли, таких, например, как направление глубокой переработки лесных ресурсов, в использовании отходов лесопиления, восстановлении лесных ресурсов является очень наукоемкими. Учитывая это, а также долгосрочный характер реализации данных направлений, осуществление их предприятий без поддержки образовательных учреждений, взаимодействия с научными организациями не представляется возможным. Так, например, в Братском университете научный подход к восстановлению лесных ресурсов является одним из наиболее наукоемких, так как основывается на интенсификации роста лесонасаждений и плантационном выращивании лесов программируемыми эксплуатационными характеристиками. Такие технологии позволяют решать как ресурсную проблему, так и экологическую, и в конечном счете выгодны всем и предпринимателям, и государству, и обществу. Еще одна тема, о которой я бы хотел... Добавьте минуту, завершайте, пожалуйста. Еще одна тема, о которой я бы хотел сказать, это Национальный лесной форум показал, насколько не хватает в стране площадки, которая объединила бы всех заинтересованных в природоохранных вопросах. Форум объединил и общественные организации, и представители науки, и граждан, и органов власти, и производственников. Это был уникальный опыт, и мы в кулуарах форума говорили, что было бы правильно, если бы эта работа не прекращалась. Я считаю, и многие мои коллеги согласны с этим, что необходимо на этом фундаменте создать общероссийскую природоохранную организацию, которая продолжала бы эту работу, взяв на себя объединение, объединив все, кто переживает за нашу природу, кто готов взаимодействовать, обмениваться опытом и реализовывать проекты в области защиты и рациональной природопользования. Спасибо за внимание. Спасибо, Гарик Давидович. Выступает Владимир Иванович Кашин, председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, выступление от фракции КПРФ. В следующем выступит Фонин Антон Борисович. Семь минут. Спасибо, уважаемый Иван Иванович. Дорогие товарищи, позвольте мне от депутатов нашей фракции поздравить вас с наступающим профессиональным праздником. Вы, служители батюшки лесу, русскому лесу, являетесь той силой, которая сегодня его бережет, а мы все хорошо знаем, что лес – это наше все. Это наша и пища, и вода, и дома, и все остальное. Поэтому хочу вам пожелать здоровья и удачи. Спасибо вам за ваш труд. Мы вместе с вами в последние годы в рамках лесной политики, существующей государственной программы, и после Президиума Госсовета под руководством президента, сумели принять ряд исчерпывающих законопроектов по улучшению лесного законодательства и, в частности, лесного кодекса. Здесь на слайде вы можете увидеть и посмотреть и вспомнить еще раз и 415-й, и 27-й, и 143-й, и 77-й, и 353-й, и другие, и 455-й, и 26-й законопроекты, которые мы с вами разрабатывали и принимали. Они выстроили как раз систему оборота того же Кругляка, они выстроили систему административных мер, которые позволяют сегодня в рамках норматива, которые определены этим законом, отслеживать каждую лесную делянку и каждое ценное дерево. И право применения на этом направлении, конечно, позволяет нам самым серьезным образом надеяться на то, что у нас будет меньше черных лесорубов. 27-й закон, мы сегодня говорим о тех, кто разломал лесной кодекс, и наши все по существу прибыльные лесхозы, и под откос спустил наши лесные деревни. 27-й закон – это ведь восстановление как раз наших по существу лесхозов. Но с определенными, правда, функциями, функциями защиты, воспроизводства, там нет ряд функций, о чем говорил Иван Владимирович правильно говорил, мы его в этом поддерживаем, исходя из того, что в лесу должны быть восстановлены, в том числе, лесные деревни. Малый и средний бизнес. Мы приняли те законы, которые стимулируют это направление. Защитные законы. Защита леса от вреда, и в том числе, не только гражданско-правового, но и то, что связано с экологическим системным вредом. Это тоже принято все. Одним словом, я хочу сказать, эти базовые законы, не только экономического плана, но и экологического. 353-й – это лесопарковые, наши зеленые пояса, это наш багаж, это наша основа. И нам надо, конечно, двигаться в этом направлении дальше. Что касается самых болезненных вопросов, они сегодня обозначены, экономика. Мы с вами многократно на всероссийских совещаниях об этом говорили. Сколько можно отдавать 250 рублей с кубометра леса, значит, хвойного, допустим, в карман частника, а себе оставлять несчастные 20 рублей? И в связи с этим выглядеть вот такими бедными и нерадивыми. Ну, сколько можно об этом говорить? Принимайте соответствующие нормативные документы, решайте эти вопросы. Уже стыдно это все слушать. Поощряем те проекты, которые, по большому счету, сегодня давно себе дискредитировали. И тогда совершенно другая будет составляющая нашей экономики. Мы уже показали, президент видел, когда выезжали в Бурятию, мы показали эти пилеты, эти котельные. Ведь применение и использование вот этого сырья, который, по сути, является бросовым, дает нам плюсом 150 миллиардов. Эксперт посчитали. Но от разговоров надо уходить к делу. А так что же получается? Меняем вот то, то одно, то второе, по новой будем молотить, значит, в ступе эту воду. Она не молотится, хлеба не даст. Поэтому сегодня все понятно. И с точки зрения многоцелевого использования лесов. Но, однако, опять вопрос не движется. Мы проводили соответствующие совещания, проводили выставки, показывали этот закон о дикоросах, показывали все те вопросы, которые могут дать не 150 уже миллиардов, а в два раза большее. Это по существу 7,5 миллионов тонн эксплуатационных запасов. Ну, давайте их использовать. Мы сейчас еще приняли закон, уникальный, я считаю, закон об органической продукции. Специально там прописали эту составляющую. Но опять надо действовать тут вместе, конечно, министерством, ни одному агентству делать эту работу. Министерство экономики, их все не случайно нет. Они хотят видеть ни лесное, ни сельское хозяйство. Поэтому, уважаемые товарищи, вот на этом направлении, я считаю, у нас много сделано. Что касается воспроизводства, здесь у нас с вами просто беда. Нет у нас никакого баланса. Мы 176 всего, тысячи екатар из миллиона восстанавливаем посадочным материалом. Если посмотреть на слайды и доклад базовый, я его вывешу, посмотрите наш, то мы увидим. Слушайте, это, в общем-то, революцию надо делать в нашем питомниководстве. У нас есть только отдельные точки роста, мы их видели в том же Татарстане, в других наших регионах. Но это капли. К Советскому Союзу, ведь это все в 5, в 7 и более раз сокращено. Если мы там 7 с лишним миллиардов производили посадочный материал, то сегодня 630-640 миллионов. Видите, какая разница? А как же мы будем держать баланс? А если взять 150 лет, мы уже увидели, как у нас снижается лесистость наших территорий. Поэтому здесь опять прорванная ситуация, опять все нам понятно, как делать и что делать. Ну, сделали этих 6 селекционных семеноводческих центров и все бросили. Семеноводцем почти не занимаемся, 3%. Поэтому у нас идет 80 на 20 лесовосстановление за счет естественного, видите ли, благополучия восстановления лесов. В Финляндии все наоборот, там 80 посадочный материал дает, 20 естественного восстановления, результаты другие. Глубокая переработка. Ну что ж, мы на сталинских все будем, значит, на сталинских предприятиях работать. Но надо же вводить, совершенствовать, добавьте там минуту-полторы, надо же вводить нам новую мощность по глубокой переработке. Ну и в самом деле, 214 миллионов кубов, 220, ну что ж такое, у нас 900 миллионов прирост ежегодный, запасы эксплуатационных 42 миллиарда, а мы вот эти 200 миллионов кубов производим. Да еще их, как говорится, производим относительно плохо. Поэтому тут все понятно. Уважаемый товарищ, звучал вопрос о кадрах, абсолютно правильно. Слушайте, в 16 раз сократили финансирование науки, сотрудников вырезали на порядок. Но кто же нам будет готовить, по большому счету, наши кадры и так далее, и так далее. Социального пакета нет. Сколько раз мы говорим, мундиры генеральские, красивые, а зарплата нищенская. Мы два года назад, в принципе, уже договорились, подошли к тому, чтобы этот социальный пакет, мы убедили Хлопонина, 2,5 тысячи народа было, и он заверил, Иван Иванович, достали все, давайте будем решать. Давайте снова вернемся к этому вопросу. Нам удовольствует... 30 секунд, добавьте, завершайте, Владимир Владимирович. Да, еще минуту, Иван Иванович. Нет, 30 секунд. Ну, давайте. Мы договорились по этому поводу, значит, допустим, по нашим метеослужбам и нашим там инспекторам. Давайте здесь решать вопрос. Одним словом, еще и еще раз хочу, уважаемые товарищи и коллеги, сказать, что нам понятен аспект многоцелевого использования экономического и рекреационного потенциала леса. Надо теперь поменьше, просто-напросто, вот разговоров, побольше дела. Еще раз с праздником, всем удачи. Спасибо, Владимир Иванович. Выступает Фонин Антон Борисович, генеральный директор группы компании «Кедровый бор», член Союза переработчиков дикоросов. В следующем будет выступать Шафран Анна. Пять минут. Презентацию можно, да? Да, добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые руководители комитетов, уважаемые члены профессионального сообщества. Я очень признателен за то, что можно на такой профессиональной серьезной площадке обсудить проблемы дикоросов, которые, спасибо, опять же, за поддержку, здесь прозвучали. Давайте посмотрим состояние отрасли. То есть, на самом деле, многие предприятия уже заняты в сфере переработки дикоросов. Вот наши предприятия около 20 лет, я знаю компании, которые заняты около 30 лет этим. Ну, на сегодняшний момент можно следующий слайд. Ну, что мы видим? Отрасль, собственно, состоялась. Существует немножко другая, совершенно другая ситуация, чем в лесном. В лесной отрасли у нас достаточное количество предприятий, которые могут перерабатывать дикоросы. Это вот сотни предприятий, и они находятся во всех регионах. Заготовители – это, собственно, те структуры, которые непосредственно заготавливают у населения сырье. И сборщики. Сборщики – это жители деревень. Вот там, на следующем сайте, мы дадим конкретные цифры, как располагаются потенциальные сборщики вдоль по деревням. Это вот, собственно, примеры фабрик. Ну, давайте оценим рынок, отрасль дикоросов в целом. Следующий слайд, можно? Ну, это примеры заготовителей. Дикоросная продукция находится практически на всех полках федеральных, локальных сетей. Это уже говорит о том, что отрас состоялось. Но давайте посмотрим, как это все получается на самом деле. У нас также на экспорт идет практически вся дикоросная продукция. Это и грибы, и ягоды, и кедровые орехи. Следующий слайд. Вот основная проблема, с которой сталкиваются все компании, занимающиеся дикоросами. У нас сокращается количество деревень с небольшим количеством жителей. Это мельчайшие, мелкие и так далее. То есть сборщики, получается обратная миграция из крупных городов. Жители перемещаются в период массового сбора на территорию мельчайших поселков и совершают, собственно, там сбор дикоросов. Ну, а само население мигрирует от мелких к крупным поселениям и, соответственно, в зону городов. Ну, следующий слайд. Вот это мы говорим о том, что действительно это проблема, но при системной поддержке со стороны государства, я думаю, эта проблема будет решена, потому что население традиционно собирает достаточно уверенно все дикоросы, все населенные пункты, даже маленькие, имеют пункты заготовки, но согласен абсолютно с мнением Николая Николая Петрович, что заготовительные пункты нужно, ну, обязательно нужно модернизировать и технически, и юридически. Давайте коротко о проблемах поговорим, потому что это все здорово, в отрасли есть. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. Да, наш союз уже около 10 лет объединяет профессионалов в этой отрасли, ну, посмотрим, что мы добились. То есть, да, много очень мероприятий на всех уровнях, двигаемся. Следующий слайд. И дикоросы вошли в состав национальных проектов в этом году, в 2018. Следующий слайд. Следующий. Теперь давайте просто убедимся, что действительно нам достаточно потенциала для развития отрасли. Согласен с цифрами, которые уже звучали здесь, что от 1 до 3% от биологического запаса мы, собственно, собираем продукцию дикоросную. Причем эксплуатационный запас, наверное, не столь интересен, он примерно 50% от биологического. Интересно то, сколько мы собираем. Вот эти цифры в процентах дают представление об этом. Следующий слайд. Ну, это потенциальные наши рынки. Понятно, что вкусные, полезные натуральные продукты всех интересуют. В основном, страны золотого миллиарда. Европа, Азия начинают подключаться вместе с Индией и Китой. Соответственно, очень большой рынок сбыта, и это тоже понятно. Следующий слайд. Но давайте здесь прозвучала такая аллегория, что, собственно, вот какая проблема с автомобилем. У нас нет никаких проблем с автомобилем. У нас есть леса, есть дикоросы, есть кому собирать, есть фабрики, на которых можно все это перерабатывать. У нас нету правил дорожного движения. То есть мы просто не знаем, куда ехать. Вот давайте посмотрим следующий слайд. То есть есть закон об охоте, есть закон о рыболовстве, нету закон о дикоросах. Это 11-я статья, там 34-я, 35-я лесного кодекса. Она не перекрывает весь комплекс проблем. Это совершенно очевидно уже много лет. Но здесь не будем вдаваться, в этом формате невозможно обсудить противоречия. Спасибо, кстати, Кашину, который много внимания уделяет проблемам в Томской области и всегда поддерживает нас. Следующий слайд. Есть проблемы, самозанятость, сбор для собственных нужд. Минуту добавьте, завершайте, Антон. Да, спасибо. Ну, на самом деле, много и позитива происходит. То есть мы пытаемся сейчас в рамках рабочей группы Сбербанка образованной, рабочая группа создана при Министерстве Средственного хозяйства за подписью Партишева. Также мы, это, кстати, схема работы, мы расписывали для Сбербанка, для регуляторами финмониторинга, как должна строиться работа, как должны наличные деньги. Мы не можем сегодня просто обналичить со своего же собственного счета, я не могу снять наличные деньги для того, чтобы закупить, например, дикоросную продукцию, привожу лисичку. И это основная проблема. Здесь коллеги находятся, не могут закупить в комфортной ситуации ягоды, грибы, орехи и так далее. Это целая огромная проблема. 115 закон, который регулирует, собственно, препятствует терроризму и так далее, вот он создал такие трудности в нашей отрасли. То есть нет конкретных контрольных точек, маркеров, как отличить добропорядочного, собственно, предпринимателя и выдать ему возможность пользоваться своими же собственными средствами для закупа. Так, ну, собственно, мы предлагаем самое главное... Антон Борисович, ваше время истекло. 30 секунд добавьте. 30 секунд. Спасибо большое. Да, кстати, мы проверили все данные при советской власти, вот, 1933 год. Все те же самые цифры звучали, и по объемам заготовки мы проверили, все совпадает. И второй момент. Мы самое главное предлагаем на базе Государственной Думы, на базе Комитета Николаева Николая Петровича создать рабочую группу, которая сможет в режиме межрегиональных и межведомственных, собственно, рабочих групп отработать закон. Собственно, сколько можно? Уже около 10 лет отрасль находится в законе. Как можно выполнить национальный план по экспорту, как можно работать вообще по развитию отрасли на внутреннем рынке, если нет базовых законов? Спасибо, Антон Борисович. Включите Николаевичу Николаеву микрофон. Спасибо. Спасибо большое за такое предложение. Но я хочу сделать небольшое сообщение, что группой депутатов фракции «Единая Россия» сейчас подготовлен законопроект, о котором вы говорите, и в самое ближайшее время, то есть в понедельник утром он будет внесен в Государственную Думу. Это изменение и в лесной кодекс, и закон о потребкооперации. Ко второму чтению, конечно, мы будем всех приглашать. Привлечь экспертов к обсуждению на каком-то уровне. Конечно, обязательно. Как раз ко второму чтению это будет очень уместно. Привлечь по закону еще в течение 2012 года в нашем проекте. Спасибо. Коллеги, выступает Шафран Анна Борисовна, общественный деятель и радиожурналист. Следующим выступит... Секундочку, Анна Борисовна. Следующим выступит Рыбников Алексей Ирнестович. И дальше наше парламентское слушание будет вести Сергей Иванович Неверовов, зампредседателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия». Пожалуйста, Сергей Иванович. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за предоставленное слово. Начиная с первых этапов работы форума, стала очевидна острая потребность лизопользователей в общении такого рода с целью выработки единых позиций и решений. Эта потребность крайне высока, хочется отметить. Ну и теперь, к чему мы пришли, каковы главные результаты нашей работы? Хочется начать с того, что мешает работать. Отношение к бизнесу в сфере лесопользования, оно какое? Это криминал, черная лесоруба, вредители, в общем, всяческие подлецы, которые работают для того, чтобы уничтожить наши леса. И мы сами усиленно хочется отметить, поддерживаем этот имидж, негативный имидж своего же российского бизнеса и промышленных производств. А с другой стороны, что мы имеем? У нас есть экологические организации, великолепные, которые заразумные и вечные, и которые априори всегда правы. Хочется обратить внимание на то, что под благовидными предлогами сохранения природы и заботы об окружающей среде экологические организации стали активными разработчиками норм законодательства в области лесного комплекса. принимаются чуть ли не все их предложения по реформированию законодательства, в которых часто в этих организациях в них работают непрофессионалы. Давайте посмотрим на правление, скажем, Всемирного фонда дикой природы России. Далее ВВФ я буду его называть. Кто там состоит? Вице-президент по коммуникациям платежной системы российской, телеведущий, журналист, независимый консультант по связям с общественностью тренера и так далее. Это правление. В поле ситуация аналогичная. Очень часто так называемые экологи – это люди без профильного образования, журналисты, историки, философы и так далее. В то время как 90% предложений серьезных ученых, производственников и специалистов, занятых в лесной отрасли десятки лет, игнорируются. Экологические организации добились серьезных ограничений по использованию лесов. Так можно закрыть от использования лесов практически всю территорию России, выводятся из эксплуатации миллионы кубометров леса. Есть данные экспертной оценки, согласно которым в результате такой деятельности поступление налогов в бюджет сократилось на 2 миллиарда рублей. Экологические организации фактически создали своими усилиями свои такие реперные точки законодательства и сейчас будут требовать всяческие исполнения этого законодательства, что грозит закрытием большого количества успешных предприятий, которые работают в России. Теперь о системах сертификации. В 1999 году ВВФ России инициировал процесс разработки российского национального стандарта Международной добровольной системы лесного попечительского совета ФССИ. Процесс этот шел при активной финансовой поддержке со стороны ВВФ и различных международных агентств и фондов. Де-факто государство и российский бизнес были выведены из процесса разработки национального стандарта. Но и в результате целый ряд ключевых положений национального стандарта не учитывает на сегодняшний день социально-экономические и экологические особенности ряда регионов России, как Дальнего Востока, например, так и других регионов. Важно, друзья, среди разработчиков системы сертификации ФССИ, которая сейчас широко используется в России, нет Минприроды и подведомственного ему Рослесхоза. Субъекты, аккредитованные в системы ФССИ, подвергаются регулярному и систематическому контролю. Среди функций органов по сертификации, послушайте, что проведение плановых и внеплановых контрольных оценок держателей сертификатов, а также продление, приостановка, отмена, расширение и сужение действия выданных сертификатов. Друзья, ну это ВАДА, здесь абсолютно прямая аналогия видится. Всемирное антидопинговое агентство. Мы помним нашу Олимпиаду и помним, к чему мы пришли, к чему привели действия ВАДА и что мы в результате с вами имели во время Олимпиады. Это очень широко обсуждалось, возмущены были абсолютно все. Наличие в системе всех участников рынка позволяет одномоментно накрыть сразу всех, то есть перекрыть выходы на международные рынки нашим компаниям и прекратить их деятельность. Потому что не надо составлять списки неугодных, искать кого-то, с кем-то советоваться. Они уже все готовы. Вот они, пожалуйста, в системе они находятся. А кроме этого хочу отметить, что с 16-го года, с весны 16-го года, началась в России работа еще одной сертификационной международной системы. Она называется PEFC. И что важно? Добровольная лесная сертификация – это в большинстве случаев не изменение модели хозяйствования, а всего лишь исполнение неких сертификационных обрядов с последующим переименованием существующего лесопользования в экологически приемлемое и выгодное. Я прошу добавить время. Добавьте, пожалуйста, одну минуту. У нас в нашем распоряжении есть документы, которые ярко иллюстрируют эту ситуацию, в частности из Архангельской области и из Республики Алтай. Прошу обратить внимание. Давайте посмотрим, что это за организации. Достаточно взглянуть на уставные документы центра правления, где находятся США, Канада, Швейцария. Бюджет. Greenpeace в России в 2016 году – 184 миллиона рублей. ВВФ – 806 миллионов рублей. Источники финансирования – иностранные фонды, организации, частные лица. На сайте ВВФ сами про себя пишут, что граждане России финансируют только 9% поступлений. Кто основные жертвователи? Фонд Сороса, фонд Тернера, Рокфеллер Бразерс и другие. Мы себе привыкли не доверять, доверяя международному опыту. Так вот, посмотрим. Австралийский горный магнат Клайв Палмер заявил, что ЦРУ стоит за компанией Greenpeace, которая направлена на замедление роста экспорта угольной промышленности Австралии. Это 2012 год. Очень прошу добавить. И в Индии лицензию Greenpeace на работу в стране в 2015 году заморозили из-за связей с Соросом. В результате мониторинга на Wikileaks обнаружены сотни слитых документов о заказах для компании Stratfor. Мы знаем, что это за компания. Касаясь деятельности Greenpeace и ВВФ в России, много докладов, где получают получатели от ЦРУ до практически всех крупных лоббистских компаний и групп. Добавьте одну минуту, Анна Борисовна закончилась. Хочу обратить особое внимание на то, что среди основных программ ВВФ в России экологизация нефтегазового сектора России. Друзья, лес, нефтегазовый сектор. Почему именно эти отрасли российской экономики интересуют этих товарищей? Мы можем догадываться. Давайте посмотрим, кому это выгодно. Вероятно, нашим политическим оппонентам, которые против нас вводят санкции. Сегодня мы находимся в состоянии жесткого противостояния с США и их союзниками. Нет горячей войны, но сегодня война ведется другими способами на экономическом уровне. Согласно стратегии национальной безопасности США, Россия, как Иран и Северная Корея, находятся в числе главных врагов Америки. Какова цель побороть врага, разрушить экономику России? Давайте себя защищать, чтобы мы глупо не выглядели. Важно. Мы же не призываем игнорировать нормы какие-то экологические. Более того, принцип бережного отношения к природе закреплен в нашей Конституции. Статья 58. Вопрос в том, кто главным образом должен отстаивать этот принцип. Государство или организации с иностранным финансированием? Гринпис России и ВВФ России – это НКО. В реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, они не включены. Анна Борисовна, заканчивайте. Пожалуйста, два предложения, даже 10 секунд. Предложение, пожалуйста, очень важное. Я призываю парламентариев, специальные службы и правоохранительные органы присмотреться более внимательно к деятельности таких экологических организаций. Это, мне кажется, вопросы нашей национальной безопасности. И второе. Сегодня ясно необходимо создать, иметь свою собственную российскую систему сертификации в области лесного комплекса. Спасибо, Анна Борисовна. Жаль, Владимир Вольфович ушел, он бы сейчас точно услышал, кто вообще во всем виновен. Я предоставляю слово Рыбнику Алексею Эрнестовичу, президенту Санкт-Петербургской международной товарно-серево-биржи. Пожалуйста. Презентация будет. Добрый день, уважаемые участники парламентских слушаний. Благодарю за возможность представить вам результаты работы Санкт-Петербургской международной товарно-серево-биржи в лесной отрасли и предложения по тематике сегодняшних парламентских слушаний. Следующий слайд, пожалуйста. История биржевой торговли лесом насчитывает уже несколько лет. Началась она в 2014 году в Иркутске. И понятно, что первые несколько лет ушли на освоение отрасли, набивание шишек. Ну, все шишки мы себе, наверное, уже к этому моменту набили. Если вы посмотрите на расширение географии торгов, то 2017 и 2018 год – это активное расширение организованных торгов лесом по всей территории Российской Федерации. На сегодняшний день предприятия Пермского края, Новгородской области, Кировской области, Удмуртской республики, Красноярского края, Приморского края и Республики Бурятия уже стали участниками лесных торгов. 650 организаций – это полуторакратный рост. К прошлому году сегодня мы уже имеем на лесном сегменте. И хотелось бы сказать, что та программа Национального лесного форума, которая активно в этом году развивалась совместно с Комитетом по природным ресурсам при поддержке очень большой лично Николая Петровича Николаева, которому низкие поклоны, большое спасибо за эту поддержку, Рослесхозы и его тоже руководителя. Вот эта программа дала возможность ряд регионов включить в тематику биржевой торговли. Подписаны соглашения, продолжают подписываться соглашения с регионами. И помимо тех, кто уже включился, мы сегодня имеем на подходе Томскую, Архангельскую область, Амурскую область. Буквально на днях было во Владивостоке подписано соглашение о сотрудничестве. И ждём в ближайшие дни и недели выхода этих регионов на торги тоже. Следующий слайд. Несколько цифр. В прошлом году мы немножко не дотянули до миллиона кубов. Через наши электронные системы в этом году уже 800 тысяч кубов мы имеем. И понятно, что на цифру миллион по итогам года мы выйдем. Ну а в рублях это уже больше, чем за весь прошлый год вместе взятый по состоянию на несколько дней назад. Думаю, что за миллиард рублей биржевой торговли лесом в этом году мы перевалим. Следующий слайд. На примере Иркутской области хотелось бы привести вам несколько цифр. Вы видите рост стоимости реализации. Как обработанные древесины, так и древесины, полученные в результате санитарно-оздоровительных мероприятий. Но давайте будем реалистами. Это же не значит, что действительно кратно выросла цена леса. Это означает, что цена леса просто-напросто вышла из тени. Лес стоит столько, сколько он стоит. На рынке, как известно, дураков нет. И биржа создает среду для прозрачного и справедливого ценообразования, где в режиме конкуренции продавцы и покупатели сталкиваются друг с другом. Это дает возможность получать справедливую цену за свой товар. Зачем хорошо видно на правой части этого же самого слайда рост выручки государственных лесхозов по Иркутской области? Кратный рост выручки, при всем при том, что даже произошло некоторое снижение объема вырубки по этому региону. И, соответственно, полученные деньги могут сегодня направляться лесхозами на приобретение лесопожарной и лесозаготовительной техники. Миллионы рублей, десятки миллионов рублей, которые сегодня уже находятся на счетах бывших, извините за это выражение, нищих лесхозов Иркутской области, наглядные тому доказательства. Следующий слайд. Такая же примерно картина по всем регионам. Мы видим устойчивый рост цены реализации лесоматериалов, которые получены в результате реализации санитарно-оздоровительных мероприятий. А это практически государственный лес, то есть это прямой рост доходов государства. Следующий слайд. Впереди много работы. Мы достаточно неплохо продвинулись с коллегами из Рослесхозы и государственной информационной системы Лес ЕГАИС. Начинается двухсторонний обмен, подтверждение легального происхождения древесины. Это то, что мы получаем из Лес ЕГАИСа. И в свою очередь мы отдаем в Лес ЕГАИС данные о торгах на бирже, тем самым снимая с участников торгов обязанность по дополнительной работе с Лес ЕГАИСом. Мы запустили уже, я рад сегодня вам доложить, что мы запустили уже электронный рынок дикоросов. И вчера прошли первые сделки на нашей электронной торговой площадке в Иркутской области. Ну, как следует из предыдущих выступлений работы еще много, но с нашей стороны почин уже положен. Следующая тема на повестке дня для нас – это запуск торгов посадочным материалом в целях лесовосстановления. Ну и, конечно, ряд предложений по изменению законодательства. В рабочем порядке мы в Комитет их передадим. Здесь изменение Лесного кодекса, 72-я статья. Думаю, что имеет смысл применить тот опыт, который есть в нефтяной и в нефтепродуктовой отрасли. Добавьте, пожалуйста, одну минуту. Спасибо. Думаем, что имеет смысл государству, когда оно наделяет арендаторов правом аренды лесного участка, одновременно предъявлять к этим арендаторам дополнительные требования, в частности, по реализации части заготавливаемой древесины в режиме прозрачных организованных электронных торгов для целей формирования цены и получения полной прозрачности по доходам. То же самое касается внесения изменений в Лесной кодекс в отношении древесины, который заготавливается в ходе линейных рубок и на биржевых торгах. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, хотел бы поздравить еще раз всех с наступающим профессиональным праздником и заверить вас в том, что биржа со своей стороны сделает все от нас зависящее, чтобы большая прозрачность дала в результате большие доходы, большую конкуренцию и, соответственно, экономический результат для всех участников Лесной окраски. Спасибо. Спасибо, Алексей Иванович. Слово предоставляется Надышину Евгению Ростяновичу, начальнику отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Подготовиться к следующему выступающему Нилову Олегу Товарищу. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, должностные лица, сотрудники лесной отрасли. Спасибо за приглашение принять участие в столь значимых мероприятиях для всей лесной промышленности Российской Федерации. Действительно, очень много проблем сегодня затронуты в сфере управления лесным хозяйством, экономическом развитии лесной отрасли. Но прокуратура сегодня нацелена на решение двух важных задач, не менее важных и значимых. Это незаконные лесные рубки и многочисленные природные пожары, борьба с этим явлением. Прежде всего, хочу сказать, что по всей стране прокурами развернута масштабная работа по противодействию незаконным рубкам древесины. В отношении так называемых «черных лесорубов» за последние два года по материалам прокуроров возбуждено более 2,5 тысяч уголовных дел. Причины массовости этого явления зачастую кроются в слабом лесном контроле и коррупционных проявлениях. Существующий порядок очления государственного лесного надзора не всегда позволяет лесным инспекторам своевременно и в полной мере реагировать на совершенные правонарушения, взыскать причиненный вред. По информации Рослесхоза, на начало года дополнительно требовалось 19 тысяч лесных инспекторов. Так, например, на Дальнем Востоке на одного лесника приходилось 258 тысяч гектаров леса, в Сибири – 131 тысяч гектаров, на Урале – 75 тысяч и более. Уполномоченные лесной сфере региональными органами власти и подчиненные им лесничествами в существующих ресурсах материалы незаконных рубках скрывались, и прохранительные органы зачастую не передавали длительное время. Подобная ситуация, уважаемые коллеги, приводит к утрате возможности установления виновных лиц, изобретить преступников порой невозможно, и зафиксировать те доказательства, которые имеют значение для суда. Непоследней причиной утраты лесов является незаконная их вырубка под видом санитарно-здоровительных мероприятий. Эти факты вскрыты прокурами за последние два года в Бурятии, Татарстане, Кировской, Ленинградской, Московской и других областях. Под пристальным вниманием прокуроров находится опрос с санкционерными должностными лицами уполномоченных органов таких мероприятий. Наиболее сложная ситуация с незаконными рубками, как было отмечено, складывается в Иркутской области, где в год экологии происходило 65-65% таких преступлений. В этом году эти цифры еще не подсчитаны, но органы прокуратуры приняты меры для исправления ситуации. Буквально на днях в этом регионе работала комиссия Генеральной прокуратуры Сельской Федерации. Итоги работы комиссии будут озвучены позднее, но сейчас хочу сказать, что с отъездом бригады из Москвы работа остановлена не будет. Уважаемые коллеги, теневой бизнес зачастую перестраивается и стал легализовывать свою деятельность. В этой связи прокурорам дано указание активизировать надзор за деятельностью учреждений, выдающих акты лесопатологического обследования, проверять все правовые и нормативно-правовые акты, принимаемые на местном уровне по вопросам заготовки древесины для нужд отопления, населенных строительства, хозпостройок, населенных пунктов и развития сельского хозяйства. Нередко приведенные виды заготовки древесины используются для незаконной вырубки леса. Так, длительное время имели место нарушения ст. 75 и 77 лесного кодекса при заключении договоров о полепродаже лесных насаждений населению в Чувашской республике, в Амурской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Новосибирской и Тверской областях. Так, например, в Ивановской, Костромской и Тверской областях выявлены многочисленные факты о заключении от имени умерших граждан с лесничествами договоров о полепродаже лесных насаждений для собственных нужд в целях отопления. Нередко органами исполнительной власти регионов не соблюдался установленный порядок представления лесных участков в аренду. На некоторых из них впоследствии шло истребление древесной растительности. Это было в Бурятии, Забайкалье, Приморском крае, в Амурской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кемерской, Омской, Рязанской, Соколинской областях. Например, в Кемерской области арбитражным судом удовлетворено 7 заявлений прокуратуры о признании незаконными заключенных областными департаментами дополнительных соглашений договором о аренде лесных участков, уменьшавших в отсутствие законных оснований размер арендной платы. В Приморье прокуратуры расспорено 15 соглашений о определении срока действия договоров без процедуры торгов на право аренды лесного фонда. Министерство лесного комплекса Иркутской области заключало незаконные доп. соглашения с лесополицами, расширявшими расчетную лесотеку в нарушении требований закона. Уважаемые коллеги, сегодня настало время принять ключевые нормативные акты для борьбы с черными лесорубами. Необходимо сделать так, чтобы вся незаконная техника, находившаяся в месте обнаружения и законы руки, безусловно, была конфискована в доход государства. Это первое. Второе. Настало время защитить тех людей, кто выдает лесопатологические акты. Тех людей, кто осуществляет непосредственно государственный лесной надзор на уровне сотрудников правоохранительных органов. Потому что эти люди подвергаются давлению тех преступных группировок, которые находятся в лесном фонде. Зачастую они связаны этими решениями и не могут реализовать в полном объеме свои функции по пресчению незаконных рубок. Уважаемые коллеги, я бы хотел сказать, что в прокуратуре проводятся масштабные проверки осмотрения законов в сфере борьбы с лесными пожарами. За первые полугодия этого года выявлено более 10 тысяч нарушений законов в данной сфере. По имеющейся данным Рослесхоза, в истекшем периоде 2018 года на территории страны зафиксировано 11 тысяч лесных пожаров. Сгорело 8,5 миллионов гектаров земли. Ордами власти в Мариел, Саха, Якутии, Татарстане, Тыве, Тазабайкалье, Приморье, Волгоградска и Иркутская областях не в полном объеме организованы предприятия в обеспечении пожарной безопасности. Так, например, после рассмотрения представления прокурора в Саха и Якутии наше 5 миллионов рублей увеличено финансирование работы по охране лесов от пожаров. В Забайкальском крае не были приняты все меры для приточнения пожара путем использования сил и средств. Из 800 единиц автотракторной техники только 700 не имели необходимого ресурса и были фактически непригодны. Прокурорское вмешательство потребовало бездействия органов власти ряда регионов при решении государственного лесного пожарного надзора. Нарушения стали возможны с ослаблением контроля со стороны органов Федерального агентства лесного хозяйства. В ряде случаев не все время утверждались планы отрушения лесных пожаров. Это было, к сожалению, и в особо охраняемых природных территориях. Все мы помним, что весной текущего года в Амурской области в пожароопасный период уничтожено 45 тысяч гектар уникальных заповедных земель. Защита лесного фонда, коллеги, неразрывно связана с проблематикой урегулирования его правового статуса. Беспокоенность вызывает состояние инвентаризации лесов, лесоустройства и постановки земель на государственный кадастровый учет. Это создает условия для незаконного отчуждения и использования лесных земель, находящихся в федеральной собственной. Например, в Ивановской области в едином порядке по иску прокуратуры федеральную собственность возвращено 200 тысяч квадратных метров земли, которые незаконно были переданы в частные владения. Такие в Тверской области 7 тысяч гектаров лесных земель таким образом было возвращено по требованиям прокуратуры. Уважаемые коллеги, я кратко проинформировал, проделал нами о работе, и я хотел бы благодарить профильный комитет Государственной Думы за тесное международное сотрудничество, и мы всегда готовы принимать участие в тех мероприятиях, которые организует комитет. Наши законодательные предложения мы представим в письменном виде. Спасибо. Слово предоставляется Нилу Олегу Анатольевичу, заместителю руководителя фракции «Справедливая Россия», и подготовится Зубову Дмитрию Львовичу, представителю Совета Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации. Уважаемые коллеги, с наступающим вас профессиональным праздником, ну и с традиционным таким старинным русским праздником новолетия. Именно тогда наши предки украшали живые ели различными ленточками, украшениями, потом эта традиция перекочевала, но, к сожалению, ёлки стали рубить. Только что перед выступлением представителя прокуратуры написал в Твиттере. Замечательная инициатива, которая была 22 февраля озвучена одним из депутатов, там, кто захочет, в Твиттере есть видео. Поддержана, это уже огромный шаг вперёд, но, слушая докладчиков, выступающих, чувствую, что нужно переходить к ежегодному формату работы форума. Вот и озвучиваю ещё раз такое предложение. И одна из рекомендаций, не знал, что так ярко выступит представитель прокуратуры, написал, посадок надо делать больше во всех смыслах. Я говорю, вы не скромничаете, мы скажем, что это вы написали. И вот смотрите, вот обычно в этой ложе у нас сидит контрольно-счётная палата. Алексей Леонидович Кудрин. Посмотрите, какие звучат цифры. Я сейчас назову, потому что стесняются называть такие катастрофические цифры представители агентства. 9 миллионов 671 тысяча 562 гектара в этом году площадь, пройденная пожарами лесов. 9 миллионов. В какой степени пострадали, понятно, разное. Но ущерб, только леса этого посчитать невозможно. Это не 20 миллиардов рублей. Не заводите здесь рака за камень, извините. Это в долларах может быть 20, а может быть и сотни миллиардов. Если посчитать экологический ущерб животному миру, если посчитать СО2 вместо кислорода, сумасшедшие деньги. И почему счётная палата не помогает нам в этом определении ущерба, для того, чтобы привлечь внимание всего правительства? Конечно, и вице-премьер Гордеев, и Силуанов, и Голикова должны быть здесь. Это деньги, которые горят каждый год. Что мы делаем для того, чтобы минимизировать эти пожары катастрофические? Потому что, согласитесь, об этом никто не сказал, что вот эти лесные братья, эти пожарники, пожарники, понимаете, это большое отличие от пожарных, они, получается, выгоду уже какую-то имеют от этой беды, которую на целые регионы нашей страны вот так напускают, возможно, и участвуют в этом. Давайте примем такие поправки, чтобы было невозможно использовать лес, во всяком случае, вот этими компаниями, арендаторами, ни малым, ни средним бизнесом. Только государственное лесничество, только лесхозы, территории после пожаров могут, что называется, пилить, рубить, а все деньги в федеральный бюджет. Я вас уверяю, через год, через два количество пожаров резко сократится. Но, конечно, есть и другие причины, и справиться уже вот с этим, извините, ручным насосиком невозможно, нужно авиацию привлекать. Когда получали деньги на новые борта, я не говорю там про Бе-200, хотя бы вертолеты, учреждения лесопожароохраны, пусть нам кто-то здесь выступит и скажет, два года назад, не знаю, там полтора миллиарда рублей. Это что, разве деньги для того, чтобы бороться с такими пожарищами? Вот, Аня, я обращаюсь к вам. Обратитесь к нашим слушателям. У них уже терпения нет. Ну что, правительство денег не дает. Нет у них ни воли, ни желания заниматься решением этой проблемы. Давайте мы, как когда-то в сложные времена, в войну сбросимся. Каждый регион, значит, купит вертолет, самолет Москва-10, уверен, сможет осилить. И таким образом вот эти эскадрильи, которые будут созданы новые в каждом федеральном округе, я уверен, смогут изменить ситуацию. Разберемся с пожарами в России, дай бог. Горит и Европа, и Греция, и все другие страны. И мы будем помогать получать дополнительные деньги. Загруженность наших авиапредприятий, вы понимаете, какой здесь двойной-тройной эффект. Ну и об одной идее расскажу вам, с которой выхожу сюда много лет подряд. Коллеги подтвердят. Деревянное домостроение, вот об этом давайте говорить, это локомотив для всей лесной отрасли. Почему сегодня не развивается деревянное домостроение так, как должно развиваться в России? Потому что нет земли. Во всяком случае, в достаточном количестве. Ее нужно купить за огромные деньги. Наше предложение распространить вот этот пилот на Дальнем Восточном Гектаре, Дальнем Востоке который, на другие регионы России, Центрального федерального округа, Северо-Западного. Огромные просторы пропадают земель, даже пахотных, я уж не говорю про все остальные. Дайте в аренду на 49 лет этот самый гектар, особенно самым заслуженным нашим гражданам, особенно тем, кто сегодня предпенсионного возраста, и вот попадает в такую ситуацию, когда и работы нет, возможно, и какие-то судебные тяжбы с работодателем и так далее. Дайте им землю на 49 лет в аренду, поставьте туда деревянный дом, который будет собран на промышленном предприятии, конвейерным способом. Он будет стоить в разы дешевле, чем городская квартира любая. В разы будет больше по площади. Под ту же самую ипотеку, что нужно... Вот здесь этого не хватает. Не хватает решения по земле, по ипотеке. Дороги, слава богу, будут. 11 триллионов рублей выделены как раз на региональные местные дороги в ближайшие годы. Вот одноэтажная Россия. Вот этот проект я прошу поддержать. Помочь действительно его запустить. И это, я вас уверяю, решит не только проблемы леса. Это и демографические, и социальные. И проблемы семьи, традиций, культуры и питания, здорового питания на этой земле. Ну и я должен выполнить просьбу миллионов избирателей, которые говорят, да, вы здесь про какие-то стратегические, космические такие задачи будете, конечно, обсуждать на форуме. Но решите одну проблему. Вы начали хорошо говорить о Валежнике, господа депутаты, приняли закон. Но чтобы эта карета не превратилась в 12 часов тыкву, оно произойдет именно так, если мы не изменим вот это определение. Вы знаете прекрасно. Валежникам никто в деревне печь не топит. Это пшик. Понимаете? Костер можно, шашлыки можно на Валежнике подогреть. Поэтому предлагаю вот сейчас вам всем продумать, а может быть в рамках рабочей группы потом рассмотреть возможность внесения поправки. До конца года. Не Валежник в законе должно быть написано, а сухостой и поваленные деревья. Без всяких бюрократических процедур с местными, какими-то региональными властями. Вот этого ждет как раз миллионы наших селян от вас. Потому что иначе, ну, они нас не поймут. Спасибо вам. Спасибо, Олег Анатольевич. Слово предоставляется Зубову Дмитрию Львовичу, представителю Совета Центрального Союза потребительских обществ Российской Федерации. Подготовится Родионова Екатерина Сергеевна, координатор общественного движения по защите лесов, главный редактор информационного агентства «Наш Север». Пожалуйста. Спасибо, Сергей Иванович. Уважаемые коллеги, я вот тоже собирался обратиться к вам, как и Олег Анатольевич. Мы здесь все коллеги, я считаю, мы коллеги, потому что в зале собрались люди, которые очень хотят решить важнейший для страны вопрос. Сохранить наши леса, чтобы страна процветала. И люди, которые выступают, все не укладываются в регламент, потому что хочется сказать много. И вот я выступаю, может, уже в конце заседания, почти все те вопросы, которые я хотел сказать, уже сказали. Я не буду повторяться, я хочу просто сказать конкретное предложение, что же делать. Потребительская кооперация, которая 186 лет, испокон веков, всегда занималась заготовкой дикоросов. Вот один из вопросов. 186 лет. Я приведу цифры, которые мало кто знает. 1990 год. В Союзе всегда была хорошая статистика. Заготовительных пунктов было 18 395. Вот приняли лесной кодекс, осталось 715. Не хочу критиковать, хочу договориться, что мы будем делать и сказать, что вот в этой огромной, многомасштабной задаче в состоянии сделать мы. Одной из своих задач мы ставим возродить, помните это слово, заготконторы. Были хорошие заготконторы, и любой житель деревни, любой житель малых городов мог поехать, собрать грибов, ягод и сдать их. Но принцип потребкооперации, который мы сейчас проповедуем, говорят, взять лучшее из прошлого и перенести в будущее. Вот просто в таком виде, заготконтору, как она была, восстановить невозможно, она не будет работать. Ну если мы покрасим, все побелим и все это. Мы сейчас разработали программу, которая называется воссоздание многопрофильных центров. Заготовительные конторы, здесь говорили, она должна уже иметь и новые технологии хранения, обработки. Но он у нас должен стать центром цивилизованной заготовки продукции. И вот здесь, в этом зале, я хочу обратиться к коллегам. И вот хотел сказать большое спасибо Николаю Петровичу, с которым мы уже год плодотворно работаем, что мы готовим целую систему, как это сделать и создать. Принятие поправок в законы, которые завтра будут носиться, и спасибо огромное, это необходимое, но недостаточное условие, чтобы все заработало. Что я вкладываю в этот смысл? Нельзя бросаться в крайности. Вот запретили ходить в леса и собирать грибы и ягоды. Но никто же не перестал собирать эти грибы и ягоды. Вот я скажу, что до выхода лесного кодекса, вот просто статистика, может, скучная, но цифра убивает, 52 тысячи тонн всех видов дикорастущей продукции было заготовлено вот этими заготовительными конторами. И эти 52 тысячи и сейчас заготавливаются. Ну, не пойдет грибник брать лицензию, не пойдет. Мы долго думали, как сделать, не бросаясь в крайности, найти оптиму. Современные технологии позволяют учесть каждый гриб. Может, срезали гриб, приделать к нему чипы, через GPS, все мы его учитываем. Но это крайности, это невозможно. Испокон веков леса кормили наших сельских жителей. И поили, кстати. Может, так смешно прозвучит. Я очень люблю березовый сок. Помните, родина щедро поила меня березовым соком. Но нигде мы не купим березовый сок, он везде белорусский. А в одной из областей, не буду говорить, был в командировке, в ресторане, смотрю, березовый сок заказываю. Норвежские принесли. Что у нас, русского березового сока нет? Поэтому вот эти многопрофильные центры, они должны стать центрами цивилизованных заготовителей. Мы через месяц презентуем электронную систему, которую будем внедрять в системе потребительской кооперации. И которая позволит нам создать электронную карту пайщика, идентификацию, которая станет и расчетной картой, через которую можно будет рассчитываться за заготовки. И мы одновременно в эти центры пригласим и работников лесхозов, пригласим и санитарные службы, чтобы прежде чем человек мог пойти на заготовку, он может просто зарегистрироваться. Мы долго искали технологию, и как ни парадоксально, самое интересное оказалось, плюсы от чемпионата мира по футболу. Вот некая аналогия паспорта болельщика, паспорт заготовителя, которым есть все. Человек может пройти инструктаж по пожарной безопасности, ему могут сказать, где можно собирать, где закрыт лес, медицина. Вот сегодня идет пропаганда, санитарные врачи говорят, клещ укусил, надо прививки делать. Мы можем создать некие центры консолидации, где это все будет цивилизовано, и человек отправляет за грибами, у него задача найти грибы и продать. Мы хотим ему сказать, что у тебя будет одна задача – найти, а у тебя их закупят. К нам пришли коллеги из крупного бизнеса, которым выгодно создавать этот центр, крупное предприятие, заготовительное. Мы хотим провести цепочку до реализации продукции. И мне сегодня очень приятно, что в этом зале мы нашли единомышленников решения этого вопроса. И мне кажется, что если мы сможем разделить все те задачи, которые были поставлены на некий центр компетенции, вот мы на себя возьмем одну задачу, и вокруг нас соберем людей, которые нам помогут ее решить, другие возьмут другую задачу. И интерес очень большой, надо его только воплотить в жизнь. Я думаю, что мы на правильном пути. Спасибо огромное. Без принятия законодательных актов эта работа невозможна. А следующее мы должны делать сами и с помощью министерств, ведомств, нашего бизнеса и всех здесь присутствующих. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Львович. Слово предоставляется Родиону Екатерине Сергеевне, координатору общественного движения по защите лесов, главный редактор институционного агентства «Наш Север». Подготовиться к Богомолову Валентину Андреевичу, генеральному директору Сибирской финансовой системы. Спасибо, Сергей Иванович. Добрый день, коллеги. Я представляю один из самых лесных регионов России, Иркутскую область, площадь которого занята лесами на 85%. Причем большая часть лесов сосредоточена на севере Иркутской области. Например, в Усть-Кутском районе, в котором я живу, работаю и являюсь координатором общественного движения по защите леса, площадь, которая занята лесами, составляет 95%. А наш район один из самых крупных в регионе, и его площадь сопоставима с площадью Бельгии. В связи с тем, что наш край лесопромышленный, мы имеем две ключевые проблемы. Первая – это отходы лесопереработки. В населенных пунктах, в частности нашего района и многих лесопромышленных территорий Севера Иркутской области, многие населенные пункты завалены буквально лесными отходами, которые в результате пиролиза или в результате поджогов горят, усугубляя без того сложную лесопожарную ситуацию. Вторая проблема – это лесные пожары, о чем сегодня уже говорили. Одна из самых сложных ситуаций по лесным пожарам в Иркутской области наблюдалась в 2016 году, когда огнем было пройдено за лесопожарный сезон почти 750 тысяч леса, лесных насаждений. Ситуация усугублялась жаркой погодой почти полным отсутствием осадков. Сложная была ситуация в 2015 году, когда горели леса вокруг Байкала. Тушат пожары и лесхозы, и арендаторы лесных участков, и авиалесохрана, однако их средств и сил не хватает. Не хватает катастрофически, и поэтому в труднодоступных территориях пожары не тушатся вообще. Они уходят в снег, горящие леса. В апреле, когда снег сходит, начинается жаркая погода, апрель-май мы опять начинаем гореть. И здесь речь, когда идет из официальных источников, мы все говорим о экономической прибыли. Но никто и никогда не говорит о том, какими потерями это оборачивается для людей. Никто не говорит о том, какие последствия влечет за собой эта ситуация, когда полгода мы на севере дышим дымом. В 2016 году, например, в полной мере мы ощутили эту ситуацию у нас, когда с неба сыпался пепел, и видимость была буквально на несколько метров. И действия нашей КЧС, они были недостаточно эффективными, потому что благодаря, вот уже когда люди не выдержали, в сентябре поднялись, началась такая массированная тема через СМИ, когда мы подняли эту проблему лесных пожаров, что помогите нам нечем дышать. И только после этого силами региональных и федеральных средств за неделю нам ситуацию стабилизировали. Но надо сказать, этот прецедент, он был очень показательным и эффективным, потому что в последние годы, вот 2017, этот сезон уже заканчивается, мы так уже не горим. Пожары тушатся на ранней стадии, начинают тушиться. Мы видим более-менее объективные цифры по площади и так далее. И тема вообще моего доклада, это как раз именно роль общественных инициатив в деле охраны и защиты лесов. Также роль общественных инициатив в целом в регионе мы ощутили в 2015 году во время пожаров вокруг Байкала, когда был создан в Иркутске первый добровольный пожарный отряд 15.08. И в течение нескольких месяцев несколько сотен людей объединились, решили ситуацию на тот момент. Они работали и следующий год, и сегодня там нет такой острой проблемы на юге области. Но между тем на севере мы продолжаем гореть. И официальными силами и средствами невозможно решить эту проблему. В прошлом году при помощи, при поддержке депутатов Госдумы, социально ответственного бизнеса у нас появилась такая родилась идея по созданию на севере центра по обучению добровольцев в сфере ликвидации ЧАЭС. Именно вот в первую очередь это пожарных добровольных и остальных добровольцев. Но целый год мы не могли решить элементарный вопрос по поиску помещения. Финансирование готовы взять на себя лесопромышленники, но силами только региональной и местной власти мы не могли решить эту проблему. К счастью, на сегодняшний день глав к нам идет навстречу МЧС, и центр будет создан на базе одной из частей МЧС в Усть-Куте. И мы надеемся, что в следующем году он уже начнет свою работу, потому что желающие среди добровольцев у нас есть, не хватает только вот таких вот малых вещей. И это ненормально, на наш взгляд, когда такие элементарные вопросы нужно выносить на федеральный уровень. Также необходимо, на наш взгляд, стимулировать субъекты бизнеса, которые принимают участие в таких социально значимых инициативах, как создание таких центров, финансирование добровольных пожарных дружин и так далее. Кроме этого, все вышеперечисленные примеры уже говорят о том, что в России просто необходимо юридически, на государственном уровне сформулировать статус и определить статус лесного добровольца. Добавьте, пожалуйста, минуту. Это не только люди, которые занимаются тушением лесных пожаров, это строители лесных троп, это те люди, которые занимаются разборами завалов, которые помогают искать людей в лесах. Но на сегодняшний день этот статус никак не определен, и когда начинается пожароопасный сезон, люди, даже если они обучены, они не могут заходить в леса, потому что введен запрет. Необходимо не только ввести статус, но и определить этих людей, наделить правами и обеспечить защиту этих прав. 2018 год, как мы все знаем, является годом добровольца, и главным итогом стало то, что добровольцев в лесах становится все больше, но этого мало. Необходимо еще и усилить меры государственной поддержки в этом отношении, потому что именно общественность в этом деле может являться ключевым фактором. Спасибо. Надеемся на какой-то положительный эффект в дальнейшем. Спасибо, Екатерина Сергеевна. Видите, на ваше такое эмоционально хорошее выступление даже депутат Иркутской области Чернышев Дмитрий пришел. Я предоставляю слово Богомолову Валентину Андреевичу, генеральному директору Сибирской финансовой системы. Я думаю, что как раз здесь, Олег Анатольевич, вы услышаны, здесь как раз, я думаю, что будет разговор о развитии деревянного домостроения. Подготовиться Пучкову Валерию Валерьевичу к исполнительному директору деревообрабатывающего комбината «Колевала». Пожалуйста. Здравствуйте. В первую очередь хочу выразить благодарность за возможность выступить на данной площадке. и высказать свои предложения. Да, действительно, я продолжу тему деревянного домостроения, но сначала хотелось бы отметить несколько статистических фактов. С 2015 года в нашей стране сокращается объем ввода малоэтажного жилья, причем сокращается также его доля в общем вводе жилья. Кроме того, мы провели анализ и выяснили, что среди тех регионов, в которых доля малоэтажного жилья ниже общероссийской, находятся такие регионы с развитым лесопромышленным комплексом, как Иркутская область, Томская область, Красноярский край и другие. Кроме того, хотелось бы отметить, что в России доля деревянного домостроения очень низкая, по разным оценкам это порядка 10%, в то время как во многих других странах эта цифра достигает 80%. Почему я говорю порядка 10%, потому что полноценного статистического учета по вводу деревянного домостроения у нас в стране не ведется. Ведется статистика по производству деревянных домов заводского изготовления, ведется статистика по вводу приусадебных построек, но комплексно именно по деревянному домостроению статистики нет. Что хотелось бы добавить. Производство домов деревянных, именно заводского изготовления, непрерывно растет с 2014 года. Если посмотреть период с 2011 по 2017 год, то среднегодовой рост составляет порядка 5%. С одной стороны, с учетом того, что ввод малоэтажного жилья у нас падает, можно сказать, что это тенденция положительная. С другой стороны, 5% среднегодовой рост – это рост инерционный, и это очень маленький рост для такой страны, богатый таким количеством местных ресурсов. Кроме того, по смежным направлениям мы посмотрели, и количество садовых, переусадебных построек в России деревянных сокращается, и сокращается производство деревянных помещений контейнерового типа, так называемых. У отрасли деревянного домостроения довольно-таки много проблем, о которых все знают. Это и устаревшая нормативная база, и серый рынок, и довольно-таки дорогое сырье, потому что если предприятие, производящее деревянные дома, не владеет собственной сырьевой базой, то производство таких деревянных домов для нее может быть нерентабельным. Безусловно, в последнее время прошли значительные положительные изменения, влияющие на развитие деревянного домостроения. Это и появление так называемой деревянной ипотеки, и субсидирование процентной ставки по ней. Но нам кажется, что можно сделать дополнительные действия, которые позволят более активно, более масштабно развивать деревянное домостроение. В первую очередь мы предлагаем увеличить квотирование для деревянного домостроения в рамках государственных программ. Это уже делается, но мы предлагаем эту практику расширять. Кроме того, безусловно, требуется совершенствование нормативной базы, в том числе касающейся этажности. То есть сейчас три этажа максимальная высота деревянных домов, хотя современные технологии позволяют строить выше. Далее мы предлагаем упростить процедуру выделения населению древесины с целью индивидуального жилищного строительства, сделать процедуру более быстрой и более понятной. Также сегодня уже говорилось про приоритетный инвестиционный проект. У нас есть предложение, так как в новом постановлении приоритетных проектов большое значение уделяется тому, чтобы данные проекты соответствовали социально-экономической стратегии региона. Мы предлагаем для тех проектов, которые предполагают производство продукции деревянного домостроения, использовать повышающие коэффициенты. Также более глобальные предложения – это разработка программы создания деревянных микрорайонов в городах с полным набором социальной инфраструктуры. Причем это не коттеджные поселки в пригороде, которые зачастую продали участки, построили какие-то дома и дальше ни инфраструктуры, ничего нет. Это именно комплексная застройка. И также касательно тех регионов, в которых наиболее низкая доля малоэтажного жилья, разработать и спустить программу развития малоэтажного домостроения. У меня все. Спасибо. С наступающим праздником. Спасибо большое, Валентин Андреевич. Слово предоставляется Пучкову Валерию Валерьевичу, исполнительному директору деревообрабатывающего комбината «Кривалы». Подготовится Морозов Владимир Евгеньевич, председатель общественного совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства. Уважаемый Сергей Иванович, уважаемые участники парламентских слушаний, тема моего выступления – это лесопромышленный кластер как механизм регионального планирования, проблема создания. Кластерный подход как инструмент территориального планирования имеет особую значимость для предприятий, которые развиваются в области перерабатывающей и обрабатывающей промышленности и должны находиться в непосредственной близости к сырьевому обеспечению. Таким отраслям, в частности, относится лесная отрасль, где кластерный подход мог бы стать одним из ключевых потенциальных инструментов развития отрасли. Законодательство в области промышленных кластеров постоянно развивается и претерпевает изменения, что говорит о важности и большом интересе к данному инструменту. На текущий момент сфера промышленных кластеров в Российской Федерации регулируется следующими нормативными актами. Во-первых, это Федеральный закон 488-й о промышленной политике в Российской Федерации, постановление правительства Российской Федерации 779-е о промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров с последней редакцией и постановление правительства номер 41 об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров. Однако на базе существующего законодательства создание эффективно работающего промышленного кластера в лесопромышленном комплексе, на наш взгляд, не представляется возможным. С чем это связано? В лесопромышленном секторе в основном действует двухуровневая система взаимодействия. Это лесозаготовительные предприятия, ведущие свою деятельность в соответствии с законодательством, и поставляют свою продукцию на предприятия переработки. Однако на сегодняшний день лесозаготовительные предприятия по формальному признаку не могут быть участниками промышленного кластера. Иван Владимирович говорил сегодня, что 96% практически всех договоров, аренды, которые заключаются по виду лесопользования, лесозаготовка, 96%. И на сегодняшний день саммелезаготовительное предприятие не относится к категории промышленных предприятий, выпускающих промышленную продукцию. Постановлением правительства РФ 779 о промышленных кластерах и специализированных организациях определён участник промышленного кластера как субъект деятельности в сфере промышленности. И определено промышленное производство. Промышленное производство определено на основании общероссийского классификатора видов экономической деятельности, совокупность видов экономической деятельности, относящихся к добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, обеспечению электрической энергии, газом, паром, утилизации отходов, а также ликвидации последствий. Производство круглых лесоматериалов для лесопереобращающей промышленности не относится к вышеуказанным видам деятельности. И, соответственно, лесозаготовительные предприятия не могут быть участниками кластера. Кроме того, последние изменения в 779-е постановление, введённый пункт В1, автоматически, не признавая лесозаготовительные предприятия промышленными предприятиями, лишают их возможности получать меры государственной поддержки. Я ещё хочу остановиться на 41-м постановлении. На сегодняшний день существует единственное постановление правительства, которое устанавливает специальные условия и порядок получения федеральных субсидий для участников кластера. Это 41-е постановление. Получателем государственной поддержки может выступать исключительно предприятие, чья продукция по совместному проекту включена в план по импортозамещению, который реализует произведённую продукцию участниками кластера. При указанных обстоятельствах, где заготовительные предприятия точно так же не могут выступать как участниками совместных проектов, поскольку круглые лесоматериалы не включены в план по импортозамещению. А с другой стороны, предприятия по глубокой переработке древесины не могут быть получателями субсидий, так они не реализуют продукцию внутри кластера, а организуют её продажу на экспорт и внутренние рынки Российской Федерации. Какое предложение? Для создания работоспособного кластерного механизма именно в лесопромышленном комплексе необходимо внести следующие изменения. В федеральный закон 488 ФЗ о промышленной политике в Российской Федерации в статью 3 пункт 2 просто включить в перечень видов экономической деятельности, относящихся к промышленности, лесозаготовку. Практически больше с точки зрения основного законодательного порядка на уровне законов ничего не нужно. Постановление 41. Пересмотреть подходы к определению получателей субсидий по совместному проекту, включить в производителей конечной продукции, а также поставщиков сырья и материалов в состав возможных получателей субсидий при реализации совместного проекта. Хотелось бы, понимая, что сроки реализации совместных проектов, серьезных проектов по глубокой переработке реализуются в течение 8, 9, 10 лет, увеличить срок работы по совместному проекту с 5, хотя бы до 7-8 лет. И принять отдельное постановление, устанавливающее специальные условия и порядок получения финансирования участникам промышленного класса при производстве продукции на экспорт. На сегодняшний день все знают, что лесная промышленность – это экспортно-ориентированная отрасль. Это касается и целозы, и бумаги, и пиломатериалов, производства фанеры, и практически все участники в 41-м постановлении не фигурируют. Перечисленные изменения, на мой взгляд, позволят реализовать потенциал такого инструмента, как промышленный кластер для развития всей лесопромышленной отрасли России. Спасибо за внимание. Спасибо, Валерий Валерьевич. Слово представляется Морозову Владимиру Евгеньевичу, представителю общественного совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства. И подготовится Шуваеву Юрию Петровичу, заместителю представителя комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по природопользованию и экологии. Уважаемый Сергей Иванович, уважаемые коллеги, с принятием лесного кодекса 6-го года была разрушена работающая система лесоустройства, которая решала как краткосрочные текущие задачи, так и стратегические с горизонтом на 3-4 поколения на 100 лет. Новая система, по сути, так и не сложилась. Стратегический блок лесоустройства просто не вписался в рынок и был им отторгнут, как не приносящие сиюминутные прибыли, а значит бесполезные и бессмысленные. Это привело к катастрофическому уровню хаоса в лесном хозяйстве, учитывая протяженность нашей страны. Разбалансировала систему контроля. Задачи лесовосстановления и вообще ухода за лесом отошли на второй план. Экономически сложившаяся ситуация в лесном хозяйстве государства владельцу лесов также невыгодна. Ежегодность бюджета на отрасль тратится значительно больше, нежели поступает. Несмотря на то, что лесным кодексом установлено право собственности Российской Федерации на лесные участки в составе лесного фонда, за федеральными органами государственной власти в основном закреплены лишь нормотворческие полномочия, направленные на определение механизмов регулирования в сфере лесных отношений. Основная же, самая значимая часть управленческих функций в рамках переданных полномочий субъекта МРФ закреплена за регионами. Однако, анализируя прошедшие после принятия кодекса 12 лет, несмотря на всю внешнюю динамику с внесением в него поправок, можно констатировать, что передача полномочий от федерации субъектом системно не сработала. Основные функции управления лесным хозяйством подменяются в регионах хозяйственными вопросами, направленными в основном на лесозаготовительную и коммерческую деятельность. В результате происходит катастрофический рост коммерческого лесопользования в защитных лесах, что по закону просто неприемлемо. С передачей основных полномочий субъектом федерации система сдачи леса в аренду стала непрозрачной и практически слабо доступной для оценки со стороны как самого Рослесхоза, так и общественных организаций. Часто комитеты природных ресурсов, лесные министерства и регионов действуют не в интересах государства, а в своих административных интересах, которые идут вразрез с развитием лесопользования в целом. Как следствие, в условиях децентрализации управления в лесной сфере наблюдается очаговое истощение наиболее доступных и выгодных для эксплуатации лесных ресурсов, что приводит к серьезным природным дисбалансам, очевидно, нарушает экономическую и экологическую безопасность страны. Неудивительно, что в результате мы имеем, что имеем. Приведу пример. У вас есть в собственности дом. Вы передаете полномочия по его защите, уходу, ремонту и использованию местной, допустим, поселковой администрации, которая назначает управляющим вашего дома, вам совершенно незнакомого человека, вам не подчиняющегося на все ваши возможные вопросы, отвечая, что вы ему не начальник. И он будет делать ровно то, что ему говорят его собственные руководители. Дом заселяется гражданами. Дом, которые занимаются неизвестно чем, исправно платят аренную плату и на которых возлагают ответственность за уход, ремонт и охрану вашего дома. Как вы думаете, в какой степени эти люди будут заниматься переложенными на них обязанностями? Ни в какой. Совершенно не хочу обидеть арендаторов, среди которых, безусловно, много ответственных людей. Но мы говорим о системном подходе. Нельзя же всерьез рассчитывать, что бизнес, действующий в рамках либеральной парадигмы экономического хозяйства, будет инициативно сокращать свою прибыль, что, кстати, является его единственной главной целью. При том, что размер арендных платежей никак не зависит от объемов лесохозяйственных работ и расходов на их выполнение, а охрана, защита и восстановление лесов с точки зрения микроэкономики предприятий – вообще чистое обременение. При сохранении федеральной собственности на землю лесного фонда государству необходимо вернуть контроль за лесоустройством и лесопользованием на федеральный уровень. Должна быть воссоздана соответствующая, жесткая и вертикально организованная система исполнения властных полномочий во всех плоскостях сферы лесных отношений. Такой системы сегодня нет. Попытки выстроить такую систему через механизм субвенции на исполнение преданных полномочий и дальнейшей отчетности за расходованием бюджетных средств, а также применением различного рода рейтинговых и оценочных механизмов и критериев неэффективны. А тенденция к сокращению финансирования регионов с развитым лесным хозяйством неизбежно ведет к книжению объемов и качества всего спектра лесохозяйственных работ, что делает потери от неэффективного лесоуправления сопоставилыми с потерями от лесных пожаров. Кстати, о пожарах. На арендованных территориях охрана лесов от пожаров вообще ставится в прямую зависимость от текущей платежеспособности лесопользователя, ведь существует запрет на финансирование и средств субвенций работ по обнаружению и тушению лесных пожаров на арендованных территориях. Полагаем, что возврат всех реальных рычагов управления контролем собственнику лесов Федеральному центру, в том числе Института лесничества, со значительным увеличением количества лесников сегодняшнее соотношение 1 лесник на 60 квадратных километров совсем никуда не годится. А также наделение лесничных статусом госслужащих позволит значительно повысить эффективность ведения лесного хозяйства в целом за счет снижения коррупционных рисков в сфере лесопользования, повышения уровня ответственности исполнителей работ по охране и защите воспроизводства лесов. В лесники, как известно, люди, не любящие лес, не идут. Если можно еще минуточку? Да, пожалуйста, добавьте. И начать процесс федерализации необходимо с фразатой полномочий функции профилактики тушения лесных пожаров авиалесоохране. Ведь абсурдная ситуация сложилась сегодня с профилактикой тушения лесных пожаров. Работающую отлаженную систему авиалесоохраны разделили на куски и передали в регионы, оставив центру лишь резерв. В результате, если раньше на борьбу с лесными пожарами, скажем, в Амурской области, бросали все имеющиеся силы и средства, что помогало оперативно локализовать очаги пожаров, то теперь эта проблема исключительно Амурской области. А Хабаров, сочетая Якутия, будут подключаться к проблеме, когда она в полный рост перекинется на их территорию. То есть вместо точной концентрации сил и средств из федерального центра, а это сотни бортов и тысячи десантников пожарных, каждый регион теперь пытается решить серьезнейшую проблему силами на порядок меньшими. Результаты очевидны. Количество пожаров сокращается, превращаясь в единый большой пожар, а площадь горения лесов растет. Ну и в заключение, к лесному кодексу принято уже 43 поправки, но он так и не работает должным образом. А не работает он потому, что главной целью его принятия было перетянуть отрасль из уже не существующей советской системы в еще не существующую рыночную. Ведь сложившийся комплекс взаимосвязи, которым ранее занималось государство, просто повис в воздухе. А с уже такой большое количество поправок, причем самое, что и на есть основополагающие статьи кодекса. Законодатели уже в течение многих лет честно пытаются доработать кодекс до ума, но это крайне сложно, если не сказать невозможно. Кодекс стал тормозом развития лесного хозяйства. Заканчивая. Для государства действующая система в ее научном экономическом состоянии невыгодна. Она убыточна. Бизнес не спешит создавать в отрасли реальный рынок, так как правила игры по сути определены невнятно. Общество то, что происходит сегодня с лесами, вообще никак понравится не может. У людей ощущение, что лес рассматривается исключительно как бревна. Всякий другой его функционал никому не интересен. Нужно пересматривать базовое основополагающее положение. Надо набраться смелости и признать, что кодекс, принятый 12 лет назад, устарел, так и не начав толком работать. И уж точно сегодня не соответствует повороту в сторону социально-экономического развития страны с заданным президентом России Владимиром Пучином в послании Федеральному собранию Ямайскому указу о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, Владимир Евгеньевич. Слово предоставляется Шуваеву Юрию Петровичу, заместителю представителя комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предупользованию экологии. Подготовится Гаврилов Иван Федоровичу, генеральному директору ООН «Медлис». Спасибо, Сергей Иванович. Спасибо, уважаемые депутаты Государственной Думы за очень важное и нужное на сегодняшний период развитие нашей отрасли, лесного хозяйства, рассмотрение таких глобальных вопросов, которые очень ждут на местах. Торгово-промышленная палата Российской Федерации системно подходит к вопросам организации управления лесными ресурсами, охраны окружающей среды. И в частности, буквально недавно мы рассматривали вопросы, связанные с законодательным обеспечением рационального и многоцелевого лесопользования. При всех рассмотрениях всегда присутствуют у нас приглашенные депутаты, которые сразу буквально на местах понимают суть вопроса. И вместе мы как бы формируем предложения, которые всегда впоследствии поддерживаются законодателем. Что такое лесопользователь на сегодня? Это, конечно, малый и средний бизнес, который заготавливает 85% древесины в год. Это, конечно, крупный бизнес, это реализация инвестпроектов, крупные комбинаты, предприятия, с которыми мы тоже активно сотрудничаем, смотрим, предлагаем и поддерживаем. Вместе с тем, несмотря на достаточно хорошую организацию лесопользования, ежегодно совершается достаточно большое количество лесонарушений, 43 тысячи в год лесного законодательства. И, конечно, значительная часть – это не просто проступки, это преступления, которые квалифицируются, как подпадают под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Конечно, при этом мы констатируем и большой вред, который причиняется, 14 миллиардов рублей в год. Вот от этого только наносится ущерб, от этих вот деяний. Что же нужно делать? Конечно, совершенствовать законодательство. Безусловно. И не только ужесточать требования административного кодекса или уголовного кодекса, но и самое главное – работать над профилактикой, чтобы нарушений этих не было. Что прежде всего? Вот в преддверии совещания, вернее, парламентских слушаний мы побывали и в Привозском федеральном округе, побывали в республиках, посмотрели, в чем же вопрос, почему так плохо иногда у нас тормозит и не реализуется та или иная правовая норма. Оказывается, не все правильно понимают, или есть лазейки, которые могут двояко подойти к правоприменительной практике. Что имеется в виду? Мы очень много работали над темой, и законодатель нас поддержал в свое время, приняли закон о образовании специализированных учреждений в составе органов управления лесным хозяйством. Хорошее дело. А как они развиваются? А развиваются достаточно слабо. Почему? Ну, нет поддержки. Нет поддержки в этом вопросе. Поэтому сегодня звучат слова и правильные. Иван Владимирович Валентик уже озвучил, говорит о том, что надо разрешить районным лесничествам, органам управления лесным хозяйством, осуществлять хозяйственную, я бы сказал, лесохозяйственную деятельность. И это правильно. Но мы сталкиваемся с другим вопросом. Ведь у нас, допустим, в республиках есть, допустим, в республике Мариэл, 90% лесов уже переданы в аренду. А где? На оставшихся 10% будут вести хозяйство? Или же как? Вот здесь надо внимательно подумать. Потому что именно законодательно урегулировать, не сталкивать лбами малый и средний бизнес, или, будем говорить, лесной бизнес и органов управления. В этой связи хотелось бы сказать, что только совместное решение этих вопросов даст полезный результат. И здесь, понимая, что время уже истекает, хотелось бы мне предложить те вопросы, которые мы обсуждали, и хотелось бы их решить. Это прежде всего поддержать, конечно... Одну минуту добавьте. Поддержать, конечно, лесустройство. Надо лесустройство, чтобы этот процесс проходил на федеральном уровне, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому что у нас сегодня даже многие леса еще не приведены в известность. 40 миллионов гектар ранее были переданы колхозом-совхозом. Сейчас там уже и колхозов нет, и совхозов нет. И земли, где раньше выращивалась сельхозпродукция, там заросла древесно-кустарниковая растительность. Что это такое? Лес? Нет, простите, как лес? Да вроде бы древесно-растительность есть. А как ее законодательно урегулировать? И это не много, не мало. 40 миллионов гектар надо об этом тоже, видимо, к этому подойти. Конечно, нуждается... В защите сегодня прозвучало, мы тоже это рассматривали и полностью поддерживаем, чтобы государственная лесная охрана, государственные инспектора имели социальную защищенность, ну такую, как, например, определенная в федеральном законе о государственной защите судей. И, конечно, очень важно... Одно предложение только, извините, ради бога. И очень важно нам сейчас подумать о кадрах. Потому что все, что мы говорим, что нужно делать, как нужно делать, делают люди. Но сегодня они мало подготовлены. Вы знаете, что в лесу сегодня в основном работают непосредственно исполнители. Это кадры, пришедшие к нам на помощь из ближнего зарубежья. Проблемы нам известны. Проблемы, которые сегодня обсуждаются, они действительно имеют... И мы готовы их решать вместе. Спасибо. Слово предоставляется Гаврилу Ивановичу, генеральному директору ООО «Медлис». Подготовится Лебедеву Владимиру Альбертовичу, заместителю представителя комитета Центра Федерации по аграрно-подовольственной политике. Уважаемые депутаты, участники пленарных слушаний, благодарю вас за предоставление и возможность рассказать о своем видении развития лесного комплекса на России. Коротко о себе. Я директор малого, небольшого предприятия, которое занимается от пня до пара, то есть от заготовки до отопления города. У меня высшее лесотехническое образование, опыт работы в лесу 40 лет. Прошел путь от мастера до директора еще в советское время. Сегодня на отрасль переживают не лучшие времена. Хотел бы выделить, на мой взгляд, основные проблемы лесной отрасли, которые неразрывно связаны друг с другом. Если сегодня спросить любого гражданина России, какая основная проблема в лесопромышленном комплексе, то, скорее всего, ответом номер один будут черные лесорубы. Сегодня, по данным МПР, объем незаконных грубок составляет в России 0,65% от объема заготовки. В том числе, для примера, в Республике Корея, 0,1% от объема заготовки. Как видим, это относительно небольшие цифры. При этом надо помнить, что при учете круглых лесоматериалов допускается 3% погрешность и примерно 80% лесонарушений. Это так называемая завизирная рубка за границей контура от веденного участка. Одна из причин завизирной рубки является то, что данные космического мониторинга зачастую не совпадают с материалами лесоустройства. Предложение. В связи с этим было бы целесообразно ввести в правилах грубок 20% отклонения от площади от веденного участка при условии отсутствия переруба общей расчетной лесосеки по году и соблюдении лесовосстановительных работ. А до начисления дополнительной попеной платы принимать данные отгрузки лесопродукции по данным леса и ГАИС. А также для снижения незаконных грубок черными лесорубами эффективным, на мой взгляд, лескарством было бы предоставление леса в долгосрочную аренду небольшим частным компаниям. То есть необходимо предоставить доступ к предмету труда и тогда бегать за ней просто не придется. Просто нужно легализовать их бизнес и перевести из серой зоны в налогооблагаемую. Основная проблема, я считаю, не в черных лесорубах. Я уже говорил о небольших цифрах 0,1%. Основные проблемы. Первое – это лесоустройство. Второе – лесовосстановление. И третье – рубки ухода в молодняках. Теперь по порядку. За последние 25-30 лет лесоустроительные работы в России практически не проводились, а если проводились, то в очень небольших объемах. Без реальной информации о фактическом состоянии лесфонда невозможно планировать дальнейшее развитие лесного комплекса в целом. Так, например, в возрастной группе леса наблюдается дефицит приспевающих насаждений, особенно в северо-западном регионе, где сосредоточены основные крупные перерабатывающие мощности. В Карелии, допустим, приспевающих насаждений составляет всего 8%. А это значит, что через 15-20 лет на действующих крупных предприятиях может возникнуть дефицит сырья. Поэтому для стратегического развития строительства новых заводов по переработке различных пород древесины необходимо срочное проведение лесоустроительных работ, особенности это северо-западного региона. Но решение этой проблемы, упираясь в первую, это недостаточное количество квалифицированных кадров и финансирование. Одно из возможных решений этой проблемы это привлечение сотрудников лесничеств на местах, которые много лет отработали в лесу и знают его как пять пальцев. В настоящее время, значит, надо отметить, что руководство лесхоза за последнее время отладило эффективную систему контроля за заготовкой леса и перевозкой с помощью космического мониторинга и системы леса ГАИС. Тем самым снизилась нагрузка на лесников и появилась возможность использования их многолетнего опыта для проведения мониторинга фактического состояния лесов. Получим данные, необходимо сравнить с камеральными данными и данными цифровой аэрофотосъемки с воздушным лазерным сканированием. Это снизит объем полевых работ и позволит уйти с сезонности выполнения, что даст существенное снижение стоимости и значительно ускорит лесоустройство в России. В результате мы приведем картографию и не будет расхождения с данными космического мониторинга и получим, соответственно, уменьшится незаконные рубки и получим предоставление в фактическом состоянии лесов. Второе. Сегодня больше половины территории России не находится в долгосрочной арене. Согласно действующему законодательству, предоставление лесных ресурсов в аренду возможно только в рамках приоритетного инвестиционного проекта освоения лесов, при этом общий объем инвестиций должен составлять не менее 700 миллионов рублей. Непонятно, откуда взялась эта цифра, так как для крупного проекта это очень маленькая сумма, а для маленького и среднего не нужна и не посильная. В этом случае целесообразно приметь дифференцированный подход в зависимости от объема инвестиций и выделять соответствующий объем ежегодного лесопользования. Например, при минимальном объеме инвестиций 40-50 миллионов лесопользования 20-25 тысяч кубов, с последующим шагом 10 миллионов 5 тысяч кубов. Так как привлечение большего количества арендаторов даст более эффективное и своевременное проведение лесовосстановительных работ с созданием новых производств и новых рабочих мест, особенно в небольших поселках и городах, что позволит снизить отток населения, в первую очередь, молодежи. Второе. Необходимо внести изменения в законодательство с целью возможности пролонгации существующих договоров аренды. Для этого необходимо выработать конкретные щерпающие критерии для пролонгации существующих договоров аренды на более длительный срок. Предлагаю два критерия. Первое. Выполняли с хозяйственных и восстановительных работ в согласованном объеме до конца действия договора аренды. И второе. Согласованный объем строительства и лесовозных дорог проголодично действовал на 1 гектар арендованной площади. Эти критерии должны быть исчерпывающими. Никаких дополнительных требований предъявляться не должно. Это придаст уверенности арендаторам и что, в свою очередь, придет к резкому увеличению лесохозяйственных и лесовосстановительных работ особенно среди небольших арендаторов. Третье. Уход за младеньками. Для увеличения объема рубок это самый трудоемкий вид. Минуту, пожалуйста, добавьте, завершайте. В младеньках. Лесные угодья с воздаванием до 30 лет передавать частную собственность. Без права перепродажи, но с правом наследования с утвержденным планом приватизации, в котором закреплены все виды рубок за лесом. Преимущество права получения леса собственного должны быть обладать лица, имеющие знания в области лесного хозяйства, поскольку данная работа требует определенной квалификации. Данная мера позволит вернуть престиж профессии лесника и в будущем позволит решить проблему дефицита кадров. Анализ по особо охраняемым территориям. Нужно брать пример с Филляндии. 78% всех особо охраняемых территорий в Филляндии находятся в притундрах и тундрах в лесах. При этом компания, которая в 2016 году получила операционный доход от этой деятельности 107 миллионов евро. 30 секунд завершать, Иван Фёдорович. Да. А при расходах 30 миллионов. То есть, в будущем надо будет просто осторожно и бережно подходить и размещать опыты. Примерно, в Мурманской области, вот. А, значит, существующие парки, допустим, как в Лазерске, значит, пора проводить в обырочной рубке, где, значит, заморожено примерно 12 миллионов километров и падает где-то 50 тысяч в год. В заключении хочу сказать, что для выработки механизмов по решению высшей перечисленной задачи необходимо создать рабочую группу с привлечением специалистов, профильных комитетов Госдумы, профильных министерств, представителей не только крупного, но и малого бизнеса. Спасибо за внимание. Спасибо, Иван Фёдорович. Слово предоставляется Лебедеву Владимиру Альбертовичу, заместителю председателя Комитета Центра Федерации по ограничению, по довольствам, политике и природопользованию. Подготовится Качанову Иван Митрофановичу, охотник промысловикам. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, я о любимом. В начале своего выступления я хотел бы отметить, что отношение к охоте и охотничьему хозяйству в обществе поверхностно и определяется как некое хобби или праздное времяпровождение. Как ни странно, такие же оценки можно услышать и от представителей органов госвласти всех уровней. Такое отношение властей закономерно лишает отрасли развития. Между тем, охотничье сообщество не перестает повторять, что деятельность в сфере охотничьего и рыболовного хозяйства несет в себе огромнейший потенциал. И мы говорим не только об экономическом эффекте, но и об охране флоры животного мира. Причем под охрану попадают не только животные, отнесенные к объектам охоты, но в буквальном смысле все, в том числе и краснокнижные. Охотничье хозяйство на сегодняшний момент это единственный эффективно действующий частный механизм по охране животного мира. На сегодняшний день отрасль потребляет огромное количество товаров и услуг. Только вдумайтесь, это оружие, это более 6 миллионов единиц. Боеприпасы, годовой оборот 150 миллионов штук. Оптика, это прицел ночного видения, прицелы, тепловизоры, коллиматоры, бинокли, световое оборудование, фонари, батарейки, камеры, фотоловушки и так далее, топоры, ножи, одежда, головные уборы, различные обувь, снасти, приманки, транспорт, автомобили, снегоходы, квадроциклы, прицепы, маломерные суда, охотничье собаководство, это вообще отдельная отрасль, ветеринария, корма для собак, продукты питания, научно-образовательные направления, этот список можно продолжать и далее. Сегодня торговый оборот в этой сфере составляет около 500 миллиардов рублей, при стоимости используемого ресурса всего около 30 миллиардов. Эксперты в этой сфере утверждают, что потенциал к росту просто существенен. За счет увеличения аудитории на одну треть возможно удвоение количества рабочих мест в охотничьем и рыболовном хозяйстве, и можно увеличить оборот до 900 миллиардов рублей, а это уже такая существенная доля ВВП страны. Перед законодателем Минприроды вообще стоит непростая задача по совершенствованию охотничьего законодательства. Я принимал непосредственно участие в проведении форума и вел направление, которое было связано с охотой. Каким выводом мы пришли? Ну, первое, выдвигаем предложения субъектами, субъектовыми органами исполнительной власти, в первую очередь направлены на усиление своих собственных полномочий на осуществление контрольно-надзорных функций. Очень сильно любят себя любимых. Охотники выдвигают свои предложения, причем направлены на расширение своих возможностей. Причем охотники абсолютно разные. Это и горники, это и люди, которые предпочитают сафари, промысловики, это вообще отдельная каста, простой статистический любитель, и у каждого свои взгляды и предложения. При этом все часто забывают и не озвучивают проблемы существующего охотпользователя, а эти проблемы, в нашем понимании, вообще являются ключевыми. Кстати, охотпользователи абсолютно разные, и отсюда совершенно разные стратегии и взгляды на развитие охотничьего хозяйства. Я для себя выделил три основных типа охотпользователей. Интенсивщики – это люди, которые используют и вольерное хозяйство, усиленная биотехния, разведение и выпас животных, развитая и комфортная инфраструктура и так далее. В основном это владельцы, это частники. Традиционное ведение хозяйства – это самая распространенная форма в виде различных обществ и клубов, и общедоступная форма, мало мне понятная, но на сегодняшний день реально существующая. Я хочу озвучить часть предложений, которые были обсуждены на форуме. Первое – то, что касается охраны. В первую очередь, это, конечно, создание многоуровневой системы, включающей в себя увеличение круга должностных лиц для обеспечения охраны ресурсов. Речь идет о перекрестных полномочиях. Мы говорим о лесниках, охотоведах и рыбнадзоре. Мы говорим о том, что они должны быть объединены перекрестными полномочиями. Ну и, естественно, в соответствующие полномочия должны перейти и производственным охотинспекторам. Здесь возможно введение норматива для охотпользователей по количеству производственных охотинспекторов. Установление правил оборота охотничьих животных и продукции охоты, и усиление ответственности за их незаконный оборот. Чтобы термин «я нашел убитого зверя и везу его сдавать» не работал. Увидел – не бери. И есть возможность только сообщить то, что ты увидел. А если взял, то нарушил закон. Таким образом, можем разорвать цепочку от незаконной добычи до транспортировки. По воспроизводству. Нужны иные подходы к учетам на основе выверенных и согласованных методик с экспертами и охотпользователями. Определение лимита и квот охотничьих животных по добыче в соответствии с экологической емкостью охоты годий. Я думаю, что таким образом мы можем достаточно быстро разобраться с нерадимыми охотпользователями, которые не заботятся об увеличении количества животных или с теми, у кого количество охотничьих животных не соответствует экологической емкости переданных и пользованиях охотничьих угодий. Ну и вольерная охота. Мы сказали А, приняв 206 закон по гармонизации лесного охотничьего законодательства, который нам разрешил строить вольеры, но пора сказать и Б. Необходимо описать и создать легальную среду для производства вольерных охот. И защита инвестиций. Пролонгация для добросовестных охотпользователей охотсоглашений. Возможность внесения изменений в охотхозяйств соглашения изменений. На сегодняшний момент это остался единственный документ, который ни с той, ни с другой стороны трогать никоим образом нельзя. Вообще охотхозяйств соглашения – это непонятная норма, которую с юридической точки зрения вообще ничем описать нельзя. Возможность замены лица охотхозяйств соглашений через открытую абсолютно и прозрачную процедуру. Я озвучил только часть предложений, которые были обсуждены. Их много. И для всех присутствующих я просто хотел сказать, что совместным решением, ну, своими решениями Госдума и Совет Федерации создали совместную рабочую группу по совершенствованию охотничьего законодательства. Уже состоялось ряд совещаний по этому поводу, где были представлены ряд законопроектов. И я думаю, что в этом году уже на осенней сессии будут первые ласточки по изменению охотничьего законодательства. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо, Владимир Альбертович. Я предоставляю слово Качанову Ивану Трофановичу, охотник промысловика. Подготовится. Да, по сплошению. Подготовится Акберг Виталий Викторович. Добрый день. Участники парламента. Я профессиональный охотник по национальности мансии, выпускник Иркутского пушно-мехового техникума по специальности в тавроведении пушно-мехового сырья. Занимаюсь охотничьим промыслом в 1986 году в Березовском зверопомхозе Хантамасийского автономного округа. Являлся штатным охотником. Проработал там 7 лет. Добывал и добываю соболи, белку, андату, лося. В 90-е годы охота была основным источником существования моей семьи. В те годы в нашем Березовском районе было более 300 штатных охотников. Для них охота была смыслом жизни. В 2000-е годы я являюсь председателем общины коренных мансийцев народа севера Турупя. И так же совместно с сыновьями продолжаю заниматься охотничьим промыслом. Основным видом деятельности общины является охота, охотничьим промыслом, рабодобучи и сбор дикоросов. В охотничьем угоде община находится на восточном склоне Приполярного Урала, на территории Югры. Община продолжает заниматься охотой скорее вопреки, чем в развитии. Мы просто выживаем. Из 300 штатных охотников Березовского района осталось только 20 человек. Хотя рычительное отношение к природе у охотников, профессионалов и ведущих традиционный образ жизни вообще известно. На своем участке охотник, как правило, выделяет зоны покоя, воспроизводство изводных и птиц. Так как думает о будущем, охотник является защитником своих угодий. Так как при истощении охотничьих ресурсов он страдает, теряет источник своего дохода. Коренные народы детства привычены к бережному отношению к лесу. Каждый род имел свой родовой знак для информирования соседей о событиях в лесу. Даже топонимика наших гор, рек, озер говорит о разрешениях и запретах. Все соблюдали дедовские законы для сохранения окружающих на тайге кормилицы. С приходом новых реалий промысловику все труднее противостоять прессу, проникновению на свои угодья. Любой пришлый покоритель природы может осуществлять охоту на участке охотника-промысловика, и ничего ему не будет. В современной ситуации мы один на один остаемся с браконьерами из финансов, юридической и транспортной поддержки. Сегодня я в первый раз в стадисте нашей родины. На этой трибуне я хотел бы озвучить свои предложения охотника. Сегодня понятие охотничьего отрасля, охотничьего хозяйства, в Акведе, общераристическом классификаторе, видов экономической деятельности не прописано. Там написано «услуги в сфере охотничьего хозяйства», а «услуги» они изначально подразумевают коммерческую подоплеку. Существующие в законе об охоте простые охотники-промысловики столкнулись с такими понятиями, как сдача охот-минима, право на допущие охотничьих ресурсов, охот-хозяйственное соглашение. Угроза потерять свои охотничьего угодья коренным маршрустным народам реально повсеместно. По существующему закону об охоте нет никакой гарантии, что при проведении аукциона найдутся деньги, чтобы выиграть аукцион. В этой весной общине также столкнулись с проблемой оформления охот-хозяйственного соглашения. Срок действия долгосрочной деятельности заканчивался и пришлось срочно решать вопрос о переоформлении охотничьего угодья. Пришлось занимать деньги для оплаты аренды на закрепление охотничьего угодья на 49 лет. Также необходимо к договору предложить разработанный и утвержденный проект о освоении лесов и еще один документ – охот-устройство территории охотничьего угодья. Эти документы затрагивают лесной кодекс Российской Федерации. Необходимо провести обусловивший территорию. Согласно лесному кодексу по проекту освоения лесов, определить лесной участок, квартал, выдел, который закрепляется на 20 лет пользования, где можно возводить охотничьего инфраструктура для ведения охотничьего хозяйства. А как определиться с охотником-промысловиком в законе не прописано, что он имеет право возводить на своем промысловом участке охотничью избу, баню, горах, под снегоход и лодочный мотор, которые необходимы ему для ведения охотничьего промысла. Это как-то надо определить в лесном кодексе, чтобы охотник, ведущий традиционный образ жизни, имел юридическое право на возведение необходимых построек, пусть и временного характера, а то сейчас приходится писать в актах закрепления охотничьего участка временное сооружение, а что за сооружение трактует то, как может. Другой вопрос напрямую затрагивающий охотника промысловиков, закон о оружии. По существованию положения вещей, сейчас при задержании человека, нарушающий общественный порядок, составляется административный протокол, давая, если сотрудник полиции на улице запознает вас, что вы находитесь под питьей, на улице имеет право островать на 500 рублей. При наличии двух протоколов изымается все оружие и разрешение на владение и хранение на два года. То есть любой охотник под угрозой остаться без орудия и труда. Существующий парадок в законах об охоте затрагивает право введения охотничьего промысла коренных мальчиков народов северо-круглогридическим допитанием нерегламентированным. По крайней мере, я не сталкивался в своей практике, чтобы кто-нибудь из числа народа мантий пользовался этой льготой. Немаловажный вопрос затрагивает жизнь простого охотника промысловика сбыт продукции промыслов. А в нашем Березовском районе практически во всех населенных пунктах занимается промысловая охота. Для них до многих это наряду с рыбодобычей сбором дикоросов является основным источником существования. Сейчас, как известно, нет централизированной системы клуба промхозов. Необходимость замены системы КЗПХ и госпромхозов назовела давно. Необходимо создание органов по типу главы охоты, так как государство очень много теряет от самоустранения в сфере охотничьего хозяйства. При грамотном законодательном и государственном поддержке охотники промысловики помогут сохранить дикую природу, защитить леса от пожара, приумножить экономику страны, оставаясь горячительными хозяевами и пограничниками наших водовых леса. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Иван Митрофанович. Я предоставляю слово. И мы все возьмем, что необходимо будет нам передать. Передадут Акбердин, пожалуйста, Виталий Викторович, начальник федерального бюджетного учреждения авиалесоохрана. Подготовиться к НОР Андрею Филипповичу, заместитель губернатора Томской области по промышленной политике. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, я хотел бы начать с того, что авиационная охрана лесов с передачей полномочий в 2006 году имела 24 авиабазы филиала, центральной авиабазы, имела в своем составе более 6300 человек, парашистов и десантников пожарных, это высококвалифицированные работники, имела 10 складов федерального резерва по всей стране, где были необходимы оборудование и припасы для тушения лесных пожаров. И хотел бы озвучить цифры на 2018 год. В настоящий момент только парашистов и десантников вместе с федеральной группировкой осталось 3000 человек, это высококвалифицированные работники. Также хотел отметить, что воздушных судов было до передачи полномочий 106 штук, в настоящий момент их осталось 27, из них работает одна треть. Что касается цифр, вся остальная авиация по субъектам, она наемная. В связи с этим получилось то, что снижается оперативность тушения. К сожалению, проанализировать ситуацию по охране лесов от пожаров, кратность авиапатрулирования у нас снизилась с 0,81 до 0,43, когда 0,40 является критичной, уже можно не патрулировать леса. Также, естественно, увеличилась площадь, средняя площадь обнаружения лесных пожаров, средняя площадь ликвидации пожаров. Цифры могу сказать. Обнаружение с 8 гектар увеличилось до 93, площадь ликвидации с 12 до 193 гектар. В связи с этим имеется поручение президента Российской Федерации. Я его могу озвучить дословно в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах вследствие лесных пожаров, наделить федерально-бюджетное учреждение лесоохранно полномочиями по тушению пожаров на землях лесного фонда в условиях высокой чрезвычайной пожароопасности, предусмотрев создание подразделений указанного учреждения в наиболее узимых субъектах Российской Федерации с их оснащением необходимой техникой и оборудованием. Уже второй год подряд, уважаемые коллеги, на федеральный уровень переданы полномочия по вызыванию осадков, а также взрывные работы с целью тушения лесных пожаров. Оно находится в государственном задании в УБУ лесоохрана. Но мы считаем, что это недостаточно. И прорабатываем вопрос, серьезно прорабатываем вопрос о передаче, о федерализации полномочий именно по охране лесов от пожаров в авиационной зоне. Но не только тушение, а и мониторинга. Оно должно быть в комплексе, уже об этом говорили. В настоящий момент предложение федерального агентства сформулировано, было передано через Министерство правительства Российской Федерации. Мы полагаем, что необходимо передача полномочий поэтапно. От горимых регионов, часть горимых регионов надо брать в следующем году и так далее, и так далее. Следующее. Мониторинг и тушение лесных пожаров на землях УОПТ. Тоже вопрос проработан, практически проработан. Предложения имеются на законодательном уровне. Также просьба депутатский корпус помочь нам в этом, потому что все-таки УОПТ страдают от того, что необходимо их защищать своевременно. Также необходимо создание мобильных авиаотрядов, особенно на территории Сибири и Дальнего Востока. Для чего это нужно? Это мобильно перебрасывать силы и средства в те районы, где необходимо тушение своевременно. Также использование, следующий момент, использование малой авиации. Для чего это нужно? Коротко расскажу. Во-первых, когда будет централизовано, это многие говорили о территорской задолженности, ее просто быть не должно. Почему? Потому что горят не все субъекты одновременно, а горят периодически. Один, два, три субъекта максимум. В связи с этим можно своевременно сработать на предупреждение. Также при третьем классе пожарной опасности перекидывать силы, средства, а также денежные средства в конкретный субъект Российской Федерации. В том числе и своевременно перебросить людские ресурсы. Коротко, наверное, я доложил ситуацию. Хотел бы в конце сказать следующее. За последние три года в совместности с региональными службами, лесоохранными службами, не допущено гибели местного населения ни одного человека, не допущено переходов на населенные пункты, объекты экономики. То есть сделана работа, та сделана работа, которая необходима. Коротко все. И в конце я хотел бы поздравить с праздником всех коллег, с наступающим днем работников леса. И поздравить, самое главное, удачи. Спасибо большое, Виталий Викторович. Слово предоставляется к Нору Андрею Филипповичу, заместителю губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Подготовится Бубенщиков Викторович, директор Ратайского лесного северного семеневодческого центра. Добрый день, Сергей Иванович. Добрый день, участники форума. У меня несколько облегчена ситуация, потому что мне предстоит сказать о моем выступлении, отразить проблему многоцелевого использования, развития лесопользования и новой отрасли, о которой сегодня уже Антон Борисович Фомин частично говорил. Хотел бы сказать, что отрасль дикоросов – это не просто фигура речи. Если мы действительно ставим задачу вовлечь в экономический оборот местный природный возобновляемый ресурс, а именно так, в 2012 году в области был поставлен вопрос губернатором области Сергеем Анатольевичем Жвачкиным, то требуется целенаправленная работа, организация согласованных действий множества экономических факторов и различной специализации науки, власти, природных ресурсов и так далее. В Томской области на сегодня сформирована заготовительная и перерабатывающая инфраструктура, промышленное использование пищевых и недревесных ресурсов лесов, которые работают на постоянной основе более 3 тысяч человек и временно в сезон от 40 до 70 тысяч в сельской местности. В основном, хочу сказать, это люди старше 50-60 лет. Это более население такого города Томской области, как город Нефтяников-Стрижевой. Это дополнительные доходы составляют более 1 миллиарда в год. По итогам прошлого года заготовлены и переработаны 9 тысяч тонн дикорастущего пищевого сырья, при этом промышленной продукцией на ее основе произведено 25 тысяч тонн. Начинки, крема наполнительные, изготавляемые из лесного сырья, кедровых орехов. Грибные ингредиенты используются более 100 компаний промышленности наших соседних областей. Ранее эти пищевые добавки поступали к нам по импортным контрактам. Отрасль производит более тысячи наименований продукции на основе дикорастущего сырья. Я хочу сказать, что треть – это инновационная продукция. Каждый год мы делаем порядка 60-80 таких наименований. Этот статус подтверждается ежегодными разработками новых технологий, новых продуктов. Патентный портфель ведущих компаний составляет около 60 защищенных патентами технологий. На ряде предприятий созданы собственные научно-производственные лаборатории, обеспечивающие необходимый научный задел. Для комплексного развития отрасли в 2015 году в Томской области был создан первый в России кластер на основе внутренней и многомежотраслевой кооперации. Это позволило добиться серьезного прорыва по отдельным направлениям. Хочется поблагодарить за поддержку кластера и Минприроды, Рослесхоз, Минлесхоз, Росрыболовство, Министерство экономического развития. Как видите, отрасль уже давно не соответствует взглядам на сферу заготовки переработки дикорастущего сырья как местечковый промысел населения для собственных нож или, в лучшем случае, интерес мелкого бизнеса на уровне советской системы коопераций. Если мы хотим, а мы хотим в разы увеличить объем и эффективность использования наших внутренних, да еще и возобновляемых природных ресурсов леса с высоким социально-экономическим, включая экспортным потенциалом, требуется как можно быстрее скорректировать и заново разработать необходимую нормативную правовую базу и систему государственной поддержки отрасли. Томск область уже направила свои предложения по этим усовершенствиям и в министерства, и в другие ведомства, но некоторые из них хотелось бы повторить с этой трибуны. Тысячи людей не должны быть заложниками несовершенных правовых норм, но решения должны быть простыми, прозрачными, легко администрированными. Чтобы легитимизировать заготовительную деятельность населения и предпринимателям, предлагаем дополнить механизмы краткосрочного использования пищевых и недревесных ресурсов для коммерческих целей, например, введением лесобилета, патента или подати, либо иных правовых норм, разрабатываемых в рамках организации самозанятости населения. Подъемные для заготовителей 2-3 тысячи рублей за лесобилет – это сотни миллионов для казны с учетом численности. Второе. Дальше нужно упростить закуп сырья у таких заготовителей. Например, разрешить использовать уже применяемый закупочный акт. Он, к тому же, может быть документом, подтверждающий происхождение товара. Если этого мало, давайте использовать возможности электронной системы «Меркурий». Третье. Уважаемые депутаты, если мы говорим о повышении отдачи с каждого гектара леса, то необходим законодательный порядок, разрешающий предпринимателям отрасли без дополнительной аренды использовать порубочные остатки лесозготовителей, хвойную зелень, чагу, бересту и другую. Четвертое. Одновременно требуется защитить постоянные лесосеменные участки, предназначенные только для сбора семян и орехов, для целей лесного семенового. Спасибо. Они находятся в доступности населенных пунктов и притягивают население ввиду их повышения продуктивности. Поэтому просим уточнить их статус и неприкосновенность в пункте 2 ст. 65 Лесного кодекса. В соответствии с майским указом президента разрабатывается национальный проект по экспорту продовольствия. Предлагаем. Имея крупнейшие плантации кедра, причем каждый десятый кедр России вырастает в Томске, три четверти кедровых орехов на мировой рынок экспортируют в Китай, по сути восточный сосед является оператором. Мне 30 секунд закончите буквально. Да, да. По поставкам российского национального продукта на рынки Европы, США и Пакистана. Нам представляется, что введение таможенных пошлей могло бы стать универсальным инструментом контроля экспорта продукции кедра и вообще дикоросов. Для сокращения и даже исключения вывоза переработанного кедра в Скорлупе применять торы по повышающей коэффициент. Мы добились эти в Томской области лес-кругляк, на экспорт вывозится всего 0,22%. Да, продолжайте, завершайте. Считаем избыточным лицензирование экспорта продукции глубокой переработки на основе растительных экстракций, субстанций, получаемой из хвойной зелени и чаги. Данная продукция имеет огромный спрос в Юго-Восточной Азии, однако нашим компаниям приходится отказываться, а то и срывать крупные контракты в связи с ограничением для вывоза из России лекарственного сырья. Наверное, чага – это действительно лекарственное сырье, но это и напитки на биоэнергетической основе. Завершайте. Все, последнее. Ну и не могу не высказать пожелания всех предпринимателей, которые для согласования экспортных контрактов вынуждены со всей России каждый раз летать в Москву в Росприродназор. Нельзя ли передать данные полномочия региональным структурам и ведомствам? Считаю, тоже поддерживаю, что надо создать рабочую группу. Считаю, что форум дал хороший эффект, и это, так сказать, позволило высказать много предложений и замечаний. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей Филиппович. Николай Петрович сказал о том, что законопроект будет вноситься на следующей неделе, и ко второму чтению мы приглашаем всех, кто хотел бы внести свои предложения к работе над этим законом. Пожалуйста, у нас в выступлении следующее Бубенчиков Виктор Витальевич, директор Алтайского лесного ассоциационно-семеновческого центра, и подготовится советнику Ивану Васильевичу, представителю комитета лесного хозяйства Московской области. Пожалуйста. Уважаемые участники парламентских слушаний, серия крупных лесных пожаров, прошедших в лесах Алтайского края в период с 1997 по 2010 годы, поставила задачи перед алтайскими лесоводами по производству лесов на площадях Гарий. В принципе, задача-то не нова была для алтайских лесоводов. Лесоосстановительные работы в Алтайском крае проводились с 30-х годов прошлого столетия, и бурное развитие получили в период освоения целинных земель. И за период с 1951 по 1970 год посажено 319 тысяч гектаров лесных культур. Для получения качественного посадочного материала была сформирована и хорошо развита сеть лесных питомников. К началу 90-х годов прошлого столетия в Алтайском крае функционировало 38 лесных питомников, 174 гектара продуцирующей площади. Ежегодно выращивалось более 40 миллионов сеянцев. Восемь питомников были удостоены высокого звания «Лесной питомник высокой культуры». Но мировая практика и тенденции, происходящие в целом в отрасли лесного хозяйства, как в России, так и Алтайского края, заставили взглянуть на эти пути решения по новому воспроизводству лесов Алтайского края. И одним из путей решения воспроизводства лесов стало создание современного, высокотехнологичного и инновационного комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Это о ком говорили, одном из восьми созданных Российской Федерацией. Таким комплексом в Алтайском крае стал введенную эксплуатацию в 2012 году лесной селекционный семеноводческий центр. В основу создания был заложен лучший мировой опыт по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, передовые и мировые технологии. Центр оснащен самым современным, высокотехнологичным, высокопроизводительным оборудованием лучших мировых производителей. Производительная мощность Алтайского лесного селекционного семеноводческого центра 7 миллионов сеянцев, хвойных деревьев, 2000 килограмм семян мелкохвойных пород, хранение 15 тонн семян мелкохвойных пород. Строительство центра финансировалось за счет средств федерального бюджета. Структурно Алтайский лесной селекционно-семеноводческий центр состоит из двух частей. Это, собственно, лесопитомник и лесосеменной центр. Лесопитомник оснащен оборудованием это 7 теплиц, общей продукцирующей площадью 0,7 гектара и 1,5 гектара площадь площадок доращивания. Емкость одной теплицы 500 тысяч сеянцев, плотность выращивания 5 миллионов сеянцев на 1 гектар. Выращивание сеянцев производится за период с апреля по август. За это время теплицы засеваются дважды. Производительность одной теплицы, таким образом, из 500 тысяч становится 1 миллион. И теплицы, и поля доращивания укомплектованы оборудованием, контролирующим и регулирующим погоду в теплице, позволяющим поливать и вносить удобрения. Все оборудование шведской компании BCCAB признанного мирового лидера по производству оборудования для лесных селекционно-семеновочных центров. За 6 лет работы лесным селекционно-семеновочным центром Алтайского края выращено 26 миллионов сеянцев. Получено от переработки шишек 4 тысячи килограмм семян. Посадочным материалом, закрытой корневой системой, уже посажено в крае 8,4 тысяч гектаров лесных культур. Кроме поставок сеянцев для восстановления Алтайского края, наши сеянцы все большим спросом начинают пользоваться в других регионах, прилегающих к Алтайскому краю, от Новосибирска, Кемеровска и Томска областях. Первые годы скрывать нечего, начинали тяжело, посадочный материал практически с спросом не пользовался, поднимали на всех площадках и на всех совещаниях Сибирско-федерального округа, работали в полуоборота, 3,5 миллиона, выращивали кое-кое-как, и то не все реализовывали, то в последние годы это все резко изменилось. Сейчас спрос превышает предложение, и мы уже перешли на контрактную основу, заключив тем самым в этом году с Томской областью на выращивание 1 миллиона сеянцев ели Сибирской, и в это время уже идет отгрузка и использование этого посадочного материала. Что дает выращивание посадочного материала закрытой системой? Это кроме всего не только высокого прижимания растений за счет полной сформирования корневой системы, это также отсутствие риска травмирования корневой системы при пересадке. Высокая устойчивость посадочного материала от уветривания корневой системы, благодаря запасу влаги увеличивается длительность хранения и надежность бесполевного содержания посадочного материала при транспортировке. Сокращение сроков выращивания посадочного материала до одного сезона, в отличие от двух лет в открытом грунте. Шестикратное снижение расходов семян на посеве. Возможность посадки в течение всего периода вегетации, в то время как у сенцев с открытой корневой системы существует строгое правило посадки до и после окончания вегетации. Сокращение количества агротехнических уходов. Благодарю за внимание и, коли оказался на высокой трибуне, разрешите от своего имени поздравить вас с праздником леса, с Днем леса, о вашем лице, ваши трудовые коллективы и ваши семьи. Спасибо за внимание. Спасибо, Виктор Витальевич. Уважаемые коллеги, давайте посоветуемся. Я уже объявил слово советнику, Иван Васильевичу, подготовиться, когда говорил. Давайте посоветуемся. Мы работаем 3 часа 20 минут. Уже у нас 30 выступающих прошло. Еще много записано выступающих. Но я думаю, что все равно нас всем, наверное, не удастся здесь сегодня выступить. Может быть, давайте поступим так, как уже советнику Ивану Васильевичу сказали по выступлению. Послушаем его. Соответственно, все, кто хотел выступить, передаст нам в секретариат выступления для того, чтобы мы могли потом обобщить. И после Ивана Васильевича мы дадим слово Ивану Владимировичу, потому что позвучали ряд вопросов, на которые, может быть, уже можно какие-то сделать конкретные ответы, какие-то предложения. И после уже Ивана Владимировича подведем итог. Нет возражений? Ну, у нас много, на самом деле, записавшихся. Еще просто... Да, спасибо. Пожалуйста, Иван Васильевич, представитель комитета лесного хозяйства Московской области. Да, спасибо большое. Да, у нас презентация здесь. Да, презентация небольшая. Спасибо за возможность выступить. Есть миф, что лесное хозяйство – это такая старая бумажная отысоль. В Московской области, я уверен, что и многие регионы, и Федеральные агентства лесного хозяйства этот стереотип пытаются сломать. Мы считаем, что перевод всего лесного хозяйства в электронный вид в цифру позволит не только облегчить ежедневную работу, но и сделать наши услуги более прозрачными, понятными и удобными для граждан. В Московской области мы оцифровали все сведения о лесах, планшеты, границы, и в векторном виде, первое, мне кажется, в России, выложили для всеобщего доступа на портале ргисмастерик.ру. Тут можно увидеть и границы о всех лесах, категории защитности, виды решенного использования, и всю ту необходимую информацию, которую нужна гражданам. Более того, мы пошли дальше. Все работы в лесу по охране, защите и воспроизводству мы также выложили на портал. Причем не просто в виде точек, а в виде конкретных абрицов, делянок. И тоже любой гражданин может посмотреть, где у нас проходит санитарная рубка, где лесовосстановление, где другие работы. Следующий слайд. Мы совместили информацию о лесах и информацию из публичной кадастровой карты. Выявили 200 тысяч пересечений земельных участков и земель лесного фонда. Благодаря совместной работе и закону, который был принят Государственной Думой, это 280-й федеральный закон, сегодня проблема пересечения решается, есть конкретные механизмы. Институты Московской области уже более 6 тысяч участков были амнистированы. То есть права граждан надежно защищены. И мы уверены, что за те 5 лет, которые нам выделила Государственная Дума, федеральный закон, мы полностью в реестре поведем соответствие с друг другами. Государственный лесной реестр и когда страна недвижимости. Следующий шаг – это контроль и подзначность работы в лесу. Чтобы ее обеспечить, Московская область внедрила приложение, и каждый подрядчик, каждая организация, которая работает в лесу, следующий слайд, обязана при выполнении работ фиксировать каждую делянку до и после выполнения. Вот на слайде уход. Без фотофиксации и без привязки каждой фотографии с координатами к месту, мы работы не принимаем и не плачиваем. Представляется, что это позволяет избежать необоснованных затрат, делать все работы действительно качественно и в том месте, и в том объеме, которые запланированы. Чтобы быть более открытыми и простыми гражданами, мы переводим наши услуги в электронный вид. Следующий слайд. Уже сегодня лесную декларацию и отчет можно подать в электронном виде. Причем не просто в форме сканированного файла, а в форме XML файла. Соответственно, мы уже в полуавтоматическом режиме их обрабатываем и считаем, что это то направление, по которому дальше нужно двигаться. Следующий слайд. Как вы все прекрасно знаете, лесная декларация, извините, выписка из государственного лесного реестра должна выдаваться в течение пяти дней. Из государственного лесного реестра. Оцифровка всех сведений позволила нам внедрить полностью электронную формирование выписка из ГЛР. Вот нам нужно буквально неделю, мы добиваем связку оплаты и выписки, и в режиме реального времени на портале Гослуг Московской области можно получить выписку, также онлайн оплатив, и формируется она полностью автоматическом режиме без участия чиновника, то компьютером, так же, как и на публичной карте, то есть в режиме реального времени формируются эти документы. И мы уверены, что следующий шаг, следующее такое магистральное развитие всего лесного хозяйства, это интеграция сведений государственного лесного реестра, договора аренды, проекта освоения лесов, лесной декларации, отчета. Все эти документы должны быть, конечно, в электронном виде, не в виде отсканированных бумажек с печатными подписями, а в виде XML-файлов, чтобы информация автоматически переливалась одного документа в другой, могла автоматически сравниваться, выявляться несоответствия и приниматься соответствующие решения. Уверены, что это поможет и гражданам легче и проще получать наши услуги, и поможет нам меньше времени тратить на бумажную работу, а больше посредить работе в лесу. В завершении хотел бы отметить, что развитию электронной цифровизации лесного хозяйства, конечно, отчасти сдерживается действием с ганцем. К сожалению, у нас очень много случаев, когда регламенты и другие подзаконные акты требуют бумажной печати, бумажного заявления, еще документов, связанных с какими-то именно физическими носителями. И я просил бы и коллег из Государственной Думы, и Федеральной Агентской лесного хозяйства помочь нам в этом направлении посмотреть по тем актам, которые требуют бумажных документов для оказания той или иной государственной услуги. В завершении своего доклада хотел бы поздравить всех лесоводов Российской Федерации с днем работника леса, удачи, терпения и всего-всего самого лучшего. Спасибо. Спасибо большое, Иван Васильевич. Уважаемые коллеги, как мы и договаривались, я попрошу тогда Ивана Владимировича сказать нам несколько слов по итогам. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководитель федерального агентства лесного хозяйства. Пожалуйста, Иван Владимирович. Спасибо, уважаемый Сергей Иванович, уважаемые коллеги. Я постараюсь быть краток. Я уже занял ваше время своим выступлением. Вы знаете, я сегодня к своей большой радости увидел фамилию моего старого друга и знакомого в списке выступающих. Вот Гаврилов Иван Федорович из Карелии, который представлял малый и средний бизнес. Мы об этом честно не договаривались. Мы созвонились. Он говорит, я буду критиковать. Я говорю, а вы знаете, мы для этого здесь и собрались, потому что, несмотря на то, что мы давно знакомы, и мы с ним одними из первых в 2000 году в Карелии переходили с краткосрочной аренды договоров на долгосрочную аренду. Мы тогда еще с территориальным подразделением Федерального агентства лесного хозяйства в Карелии, когда полномочия были федеральными, отрабатывали эту практику. Поэтому он фактически знакомил меня в то время с лесным хозяйством. Вы знаете, на самом деле сегодня прозвучало очень много интересных предложений. Часть этих предложений мы, безусловно, уже слышали на региональных площадках. Многие из них уже находятся в проработке. Мы принимаем всегда конструктивную критику. Мы понимаем, что на самом деле система управления такой отраслью, как лесной комплекс России, она очень сложная, она многоаспектная. Мы, безусловно, не все еще в порядке с полномочиями, не все еще в порядке с кадровым обеспечением. Какие-то вещи мы потеряли, но у меня складывается ощущение, что в результате вот такой слаженной целенаправленной работы мы постепенно возвращаем отрасли то лицо, которое ей всегда соответствовало, тот статус, которым эта отрасль может гордиться, и тот статус, и то величие, которое эта отрасль заслуживает по праву. Поэтому всем вам огромное спасибо. Безусловно, очень важно, чтобы результаты нашей дискуссии они реализовались в соответствующие законодательные инициативы, законодательные акты. Николай Петрович уже сделал объявление о том, что, по крайней мере, в части дикоросов есть наработки, есть законопроект, он находится в той степени готовности, в которой он сегодня может быть внесен и в кратчайшие сроки рассмотрен и, надеюсь, принят. Поэтому, мне кажется, это уже такой первый практический результат нашей дискуссионной площадки, и это очень важно. Я считаю, что таких результатов будет больше, я в этом уверен, и, возможно, действительно имеет смысл проработать предложение, которое здесь прозвучало, о том, чтобы сделать эту площадку традиционной, регулярной, потому что такой симбиоз взглядов с земли, участие представителей всех уровней государственной власти, региональной, муниципальной, федеральной, позволяет обеспечивать качественную проработку вопроса и действительно правильное принятие решений, как с точки зрения того, что нужно поправить в законодательстве, а что нужно просто поправить в правоприменении. Ведь иногда не нужно менять закон, нужно просто по-другому истолковать дух закона и поправить правоприменительную практику. Для этого есть необходимый инструмент. Так что еще раз всех с профессиональным праздником. Я надеюсь, что после этого форума у нас появилось больше сторонников, больше наших партнеров. Чем нас больше, тем мы сильнее. Всем огромное спасибо. Спасибо, Иван Владимирович. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, здесь уже много звучало во всех практически выступлениях, что лес – это наше самое большое природное богатство и залог экологической безопасности нашей страны и, конечно, основы экономической стабильности и сохранение, приумножение и заботливое рациональное использование этого бесценного национального сокровища. Это обязанность, многие тоже об этом говорили, не только лесничества, а в целом всего нашего общества. И все предложения, которые сегодня здесь были озвучены, я думаю, они найдут отражение в рекомендациях, которые подготовлены были к парламентским слушаниям на тему, которую мы сегодня с вами обсуждали. Эти рекомендации находятся у вас. Я думаю, что все предложения, которые прозвучали, мы поручим комитету дополнительно посмотреть и включить в рекомендации соответственно наших парламентских слушаний, а потом уже выслать вам. И вот эти все конструктивные, я думаю, что таких конструктивных предложений практически в каждом выступлении, что очень важно, все выступления были разные, было много, и мы их обязательно в эти рекомендации включим. В завершение, коллеги, я еще раз хотел бы поздравить вас от имени председателя Государственной Думы, от депутатов Государственной Думы с праздником леса, с вашим профессиональным праздником, праздник, который сегодня, праздник, который в этот выходной будут отмечать в нашей стране, вам хорошего настроения, здоровья, ну и, конечно, надо сделать всем нам вместе то, чтобы леса у нас было много, чтобы всегда охотно хотелось туда пойти, и чтобы это было не только с нами, а с нашими детьми, внуками, правнуками, всеми-всеми, те, кто будут жить после нас. Спасибо вам большое, что сегодня вы были здесь, и что вы приехали с регионом. Спасибо. 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 Спасибо.